Всем привет! Последние четыре месяца наш канал молчал. С одной стороны, потому что в это время происходят события гораздо более важные, чем футбол. С другой, потому что во время военных действий в Украине собственные слова должны быть особенно точными. Русский футбол практически не высказывался о последних событиях, а словарь допустимых формулировок истощался. Сегодня наш гость Игорь Денисов, бывший капитан сборной России, один из главных футболистов в истории страны. Мы спросили, как его жизнь поменялась три месяца назад и вместе попытались понять, как же жить дальше, в том числе русскому футболу, который мы очень любим. Игорь, привет! Тебе огромное спасибо, что согласился пообщаться. Ты не часто это делаешь, но тебе благодарны, что принял решение пообщаться в этой ситуации, поговорить о нашем футболе после всех событий, которые случились в конце февраля. Ты выбрал это место, газ, чай. Почему? В чем причина? А мне здесь нравится. Еще раз здравствуйте всем. Мне здесь очень нравится, и мы тогда провели классное время с сычем. Хотелось чайку просто попить еще. Игорь, ну вопрос важный, начнем с этого. Где ты был 24 февраля? Дома. Спал. 25-го я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все становится на, как нам всем говорили, на вхождение туда, не знаю, там, в Донбасс и финиш, не знаю. Но когда через два дня еще я узнал, что мы пошли дальше туда, для меня это был уже не шок, а ужас. То есть я очень воспринципный человек, и я муху, если так можно сказать, убить не могу, да, но для меня это вот, для меня это катастрофа. То есть полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, я не знаю, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко. Я не спал, наверное, ну, 4 дня точно спал, наверное, часа по 3. Я был просто шокирован. Я не понимаю, почему там в 22-м году, и мне это никто не может объяснить. Может, потому что я мало начитан, я не знаю, может, я мало знаю историю, я не знаю. Но я против, я против, когда люди умирают. То есть у меня трое сыновей. Я первый вопрос задал своей супруге, а если бы им было бы по 18-19-20 лет, и их бы забрали. То есть, ну, я просто не могу даже объяснить, что я чувствовал. То есть полный ужас и катастрофа внутри меня. И мы с Леной разговаривали, я даже не понимал, как дальше жить, то есть уезжать за границу или оставаться. Но я люблю свою страну. То есть я не собираюсь никуда уезжать. Вот. У меня промелькнули такие мысли. Сколько раз мысли появились в тебе в голове? Ну, неделю я об этом думал точно. Целую неделю мы об этом думали и решали, что делать. Вот. Но решили все-таки остаться. Потому что просто я не смогу жить за границей. Я русский парень, дворовый. Я не смогу там жить. Мне, в принципе, она не нужна ни Испания, ни Англия. Мне это не надо вообще. Вот. Я хочу, чтобы здесь было все хорошо и все было мирно. Ну, вот примерно так. Мысли посещали, уехать. Я знаю, что у тебя дом в Испании. Ты об этом говорил в интервью несколько раз. Что с ним? Ну, то есть это не... Дом стоит на продаже. А, продаешь? Да. Вот. Я им не мог пользоваться два года. Я там не был уже два с половиной года, потому что был ковид. Вот сейчас мы подали на визу. Вроде как туда можно было попасть сейчас через Турцию. Мы подали на визу, визу и нам не дают супруги с детьми. Вот. И у меня нет желания туда лететь. Почему? Ну, у меня вообще нет желания лететь в Европу сейчас, на данный момент. Потому что я и так объездил там полмира. Да, я знаю, как к нам и так относились. Ну, и чтобы на меня там тыкали пальцами, я этого просто не хочу. Но многие уехали. Многие люди с твоей позиции, они все же уехали. Ну, у каждого человека есть свой выбор. И мне комфортнее здесь. То есть я чисто русский человек. Я не знаю. Я жил в Европе, не знаю, там, 3-4 месяца мы подряд без выезда жили. Ну, я понял, это не мое. Это просто не мое. То есть вы дайте мне там, не знаю, 10 миллионов долларов. Я не смогу там жить. Я не смогу, я не такой человек. Для меня лучше вон в лесу жить здесь, чем на Виле в Испании. Я вам честно, откровенно скажу. Ну, может быть, событие, которое все же тебя подтолкнет? Я думаю, что нет. Даже при самой катастрофе я останусь здесь. Если бы нас кто-то ждал там... У меня дети, у меня дочка училась в испанской школе. Я вам скажу откровенно. Это понятно, что это не сравнить там с английским образованием и тому подобное. Но мы поехали туда для того, чтобы она знала английский язык, испанский и жила в хорошем климате. Так вот в школе в Испании учителя настраивали детей уже в ее возрасте против нас. То есть это тоже неправильно. Вот. И я бы не хотел... Допустим, я не могу. У меня нет столько средств, чтобы отправить там в лучшую школу Англии, да, там всех моих детей. Но у меня их четверо. У меня их не двое, не один, у меня их четверо. То есть обеспечить их хорошим образованием, допустим, в той же Англии я не могу. Просто я не потяну. Жить в Англии, находиться там, я просто не хочу. Вот. И если здесь начнется там, не знаю, военное положение, я все равно буду здесь. Мы останемся здесь. И даже если бы, я так скажу, на сто процентов я уверен, даже если бы я бы это и мог, допустим, дать образование Англии, там, Швейцарии, Англии, я все равно остался бы здесь. И опять же, я против того, что происходит сейчас. Это вот, это мягко скажем против. А как с этим жить? С одной стороны, ты говоришь и правильно, что любишь Россию, что это твоя родная страна, ты не представляешь жизнь вне России, как и многие, да? Но при всем при этом тебе тяжело в нынешних обстоятельствах. Мне очень тяжело, да. Из-за этого вот дальше пойдем, я пошел вот помогать детскому футболу немножко, чтобы просто забываться, потому что я не мог. Я просто реально сходил с ума. Поехали! Во двор! Зеленый, сразу шире уходите! Да! Уходи! Да! Шире, Андрюша! Здорово, Андрей! Здорово! Зеленый, супер! Я отобью! Ого! Даня, дал! Полуоборот! Ага! Пьяный ниндзя! Да! Разворачивайся! И удар! Вот что нужно! Да! Ааа! Один-один! Ой! Да! Игорь, ты в хорошей форме, ты говоришь, что спортом занимаешься. Да, конечно. Но тебя, судя по всему, тянет на поле. Ну, ну да. Нет, я когда вот мальков взял, до этого, наверное, я за три года мяч потрогал, может быть, два раза. Да ладно? Да. Я просто бегал всегда, бегал в тренажерном зале много занимался, но мяч не трогал. А сейчас, когда я с мальками начинаю там двигаться, конечно, уже во мне просыпается вот это вот. Ты во все упражнения участвовываешь. Да, да, да. Мне... Я вникся в это и... В порогах играл. Да, да. Да, да, да. Сейчас я получаю просто огромное удовольствие. Уже полтора месяца я здесь занимаюсь. И я кайфую, да. Я вам скажу так. Я уверен, на сто процентов я бы играл до сорока. Вот и я вам скажу больше. Я играл бы на одном и том же уровне. Вот я просто говорю, что в своем внутреннем ощущении, если бы я не столкнулся с этим дерьмом нашим российским футболом. Супруга видела, что со мной творится. Я вообще мог не разговаривать вечерами. Не знаю, но мне было вообще просто... Я ничего не мог понять. Как вы можете увольнять президента, который собрал команду? Как вы можете подходить к капитану команды, просить понижения за... С чего? И при этом, понимаете, получается так, что я в Динамо прошел эту всю грязь. Вообще полную. Динамо опять, кстати, кубок России не выиграл. Вы понимаете, да? Вот это необъяснимо. Вот. Меня Геркус вытаскивает из этого болота полного, да? Я опять набираю топ-форму. Ну, опять для России я набрал топ-форму. Я чувствовал себя просто. У меня была просто энергия, да, там куча. И мне опять то же самое, что творилось в Динамо. На тебе. И у меня все. Я больше не смог. Я не мог это больше. Это можно было переварить. Можно было в Краснодар поехать, договориться. Допустим, в тот момент я не хотел вообще играть в футбол. Но в Краснодар, кстати, мы пытались с Мишей Прокоссовым... Тебя же звали, нет? Меня звали. Ну, Миша говорил, что меня звали. Вот. И он меня еще раньше звали. Я два раза отказался. А потом через полтора года, я говорю, Миш, если... Ну, уже понятно. Я говорю, один шанс из миллиона. Я что-то встал с утра. Я говорю, Миш, что-то хочется мне... Мотивейшн. Ну, вот хочется, да. Ну, там, понятно, посмеялись, сказали, вы что, больные, что ли? Вот. Ну, как бы и правильно... Это через завершение карьеры? А точнее, в гастрономии. Родившись в семье рыбаков в небольшой деревне Скиавоне на побережье Янического моря, Рина уже в детстве мечтал открыть свой собственный ресторан. А в 10 лет он заработал первые деньги на ловле рыбы и продажи ее местным картежникам. В 2014 году вместе со своим хорошим другом, шеф-кондитером Андрея Бьянки, Гаттуза открыл заведение Галараты Posteria San Rocco, которое находится на пути из аэропорта Мальпенза в Милан. Идея заключалась в объединении продажи свежих морепродуктов и ресторана. Поэтому с одной стороны находится рыбный прилавок, а с другой кухня и зал. Продукты в основном поставляют из родной деревни Гаттуза. Таким образом он поддерживает местных рыбаков. В Posteria San Rocco я даже как-то отмечал свой день рождения. Это было очень памятно, уютно и на всю жизнь. А вообще туда регулярно заглядывают многие известные футболисты, тренеры, агенты и вообще все, кто так или иначе связан с футболом или знает Гаттуза. На открытии ресторана поддержать Рино приехали многие его бывшие одноклубники, включая Дэвида Бэкхэма и Рональдио. Ну а если вы только начинаете свое дело или уже им давно занимаетесь, вас поддержит банк для предпринимателей «Точка». Во времена перемен предпринимателям нужен партнер, который не подведет в трудный момент. «Точка» работает с 2015 года, а сервисы банка, которых более 60, помогают тысячам предпринимателей менять мир к лучшему. «Точка» подходит не только для новичков, которые не знают, как открыть ИП, но и для уже работающего бизнеса с командой, зарплатами и экономической деятельностью. У «Точки» простые тарифы без условий со звездочками, широкие лимиты на переводы бесплатные, пополнение и снятие наличных. А поддержка работает круглосуточно. Причем отвечают в ней живые люди, а не роботы. Переходим по ссылке в описании, открываем счет в «Точке» и развиваем свое собственное дело. Ты сказал, что у тебя четверть детей. Это очень круто. Вот за прошедшие три месяца они тебя о чем-то спрашивали по поводу событий на Украине? Нет. Нет. И слава богу. Но мальки у меня иногда, что почему, там, я говорю, у меня просто категорически, у меня запрещен телевизор дома. То есть, да, мы смотрим или мультики, или кино, там, с детьми. Но никаких новостей в моем доме, это, наверное, последние 10 лет. Может быть, там Лена иногда там первый канал смотрела, там, не знаю, по утрам, когда встает рано. Но в моем доме, в моем присутствии, когда я встаю, в мои новости, мы ничего не смотрим. Как ты информацию узнаешь тогда? Ну, я узнаю, как в Ютубе, знаете, выскакивает. Если что-то мне надо, я узнаю. А вы думаете, что информация правильная в телевизоре? Нет, как раз таки наоборот. Просто ты сказал, что ни разу дети не спрашивали. Они в актуальне живут? Нет, они интересовались, да. Но глобально я сказал, ребята, не надо ссуваться, живите своей жизнью сейчас, занимайтесь школьным образованием. На данный момент, я считаю, рано им все это объяснять. И примерно вот так вот. Ну, насколько я понимаю, даже в школе подобные темы поднимаются. Как ты можешь... Нет, в нашей школе, вот где мы учимся, в Первом московской гимназии, на слава богу, я спрашиваю у старшей дочки, слава богу, ничего такого нет. Вообще ничего близко. И если моих детей заставят быть пионерами или там, я не знаю, там, кем-то еще, я детей заберу из школы сразу. Они будут у меня сидеть на домашнем обучении. Потому что я считаю, что ни детей, ни человека нельзя ставить в рамки и заставлять делать то, что он не понимает. А я много чего не понимаю, да, что творится. Опять, потому что у меня образование такое слабое, я не знаю, но я по-человечески, мне никто ничего не может объяснить. И вдолбить голову, что это правильно. Ты сказал, что дочка должна была учиться в Испании, чтобы язык потянуть, английский, испанский. Скажи, а как ты вообще видишь будущее именно с точки зрения учебы детей? Не знаю. Вот это нереально больной вопрос у меня. Я не знаю. Я не могу ответить на это. И я очень сильно переживаю. Я переживаю за то, что это будет просто очередное потерянное поколение у нас. Но при этом уезжать не буду. Если дети подрастут... Нет, если Вика, допустим... Вика скажет, я хочу... Я хочу уехать, конечно, уезжает. Но я не увезу своего ребенка отсюда. Но сам не будешь препятствовать этому? Нет. Это ее выбор. Я вообще как бы всегда говорил... Я у меня малькам там 10 лет. Я с ними разговариваю как взрослый. Но я говорю, это твой выбор. Я всегда так говорю. То есть... Если ты хочешь что-то сделать, я говорю, ну, сделай. На, делай, пожалуйста. У меня такие отношения просто с детьми. Конечно, дисциплина пережила очередь. Если что-то они говорят и просят. Я говорю, если ты считаешь на 100%, что тебе это надо, делай. Твоя бабушка пережила блокаду, насколько я знаю. Что она тебе рассказывала? У нас это было вообще табу на эту тему. То есть мы много лет, мы... Я, сестра, папа, мама жили всегда с бабушкой, пятером. Мы еще в квартире много лет, все вместе. И ни одного слова про войну она мне не рассказывала. И никому не рассказывала. И я не знаю причин. Игорь, вот в этой ситуации, чего ты боишься больше всего? Войны. Войны я боюсь. Я боюсь. Я откровенно, я человек. Я боюсь войны. Я боюсь, что бомба полетит над нашими головами. Понимаете? То есть все могут кудахтать, там, я не знаю, сидя дома и говорить, ага, надо там это, надо это. Первая бомба полетит над головой, будут все орать. Если успеют. Я боюсь этого. Я реально этого боюсь. Я боюсь за своих детей. У меня четверо детей, я не знаю, там, я могу там, завтра пойти, на меня кирпич. Да и хрен со мной. Но у меня дети. Я боюсь, я боюсь. Уезжать мы не хотим. Я хочу жить здесь. Почему? Я не понимаю. Я родился здесь, это моя страна. Мои дети родились здесь. Мы сейчас. Почему я должен покидать свою страну? Я не понимаю. И почему я должен, допустим, там, многие люди, если кто против, почему они, ну, должны молчать? Я этого тоже не понимаю. Я же не агитирую там выходить, там, на площади, там, свергать, там, кого-то там, да. Да, мне это пофиг вообще на них. Вообще абсолютно так же, как и им на меня. Они мне даже знать не знают. Я говорю, ну, надо говорить, если ты там против, надо говорить, я против. А я против. Выхода из положения не знаю. В первые дни, после 24 февраля, у тебя была идея, желание? Да, конечно, не идея, желание. Я в мене мое обращение к нашему великому отправил. Вот, понимал, что, конечно, кто ушел спорить меня, у него будет какое-то там. Вот, но я отправил, и я вот Михе Прокопцу вот дал прослушать на YouTube, мы хотели скинуть, но все отказались. Ты можешь чуть расшифровать? То есть ты хотел сразу после... Не сразу, там, 3-4-5 дней прошло, наверное. У тебя было обращение? Да. К Путину? Да. Что в нем было? Чтоб это все остановилось. Я ему даже сказал так, что я готов встать на колени перед вами. Просто вот я гордый парень, это на 3-4 сутки где-то, я готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Потому что что такое одна жизнь одного человека, там, не знаю, какого-то Дениса или... У меня гордость уже не было, потому что я представлял, что к чему это все идет. Ну, к сожалению, никто не выставил. Можешь объяснить, почему отказались? Все же ты, опять-таки... Не знаю. Известный футболист, капитан сборный. Они лично мне не говорят, а вот у Миши Прокопцев, он... Задайте ему вопрос. Тебе не было больно? Больно что? Ну, что отказались? Что у тебя был такой порыв, ты сам говоришь, что ты гордый парень, такое обращение, и все отказываются это как-то... Да было, конечно, но... Потом было понятие, а не принимать, там, вот этот закон, который, там, вот это все, там, сажает тебя в тюрьму, там, куда-то... Конечно, я же простой человек. Я и это... Мне, в принципе, даже сейчас я вам говорю, конечно, мне, ну, страшновато, не знаю... Вот как я сестре своей сказал, что я не могу не сказать, допустим. И опять же, я никуда не скрываюсь, я никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то и будет, но как можно не сказать, если я чувствую так. Может быть, опять же, знаете, может быть, в какой-то степени для кого-то, да, кто по-другому мыслит, я говорю глупости, да. Но для себя я вот считаю, что это вот... Я должен выразить. Игорь, смотри, тебя посмотрят, я уверен, очень многие в русском футболе, тренеры, игроки, руководители, посмотрят, но они почему-то не высказываются. Идет такое тотальное молчание. Давай попробуем сформулировать, почему нужно и необходимо высказываться на эту тему. Лично внутри меня, вот мне мама-мама говорила, сестра говорит, не суйся, не надо, не это. Почему? Это каждому человеку отдельно вы должны задавать вопрос. Именно что касается мне, я вот из меня это просто вот... Даже я сейчас говорю, я вот реально хочу там, не знаю, там заплакать. Я просто... Ну, я вот такой. А другому, кто сидит и не высказывается, он считает, что это неважно. Я не знаю, люди же разные все. Тебя удивило, что, ну, кроме буквально там двух человек из футболистов, с некоторыми ты играл... Да, удивило. Что никто ничего не говорит. Да, удивило. Я скажу больше, если бы я не закончил три года назад карьеру, даже если бы мне было бы 29 лет, даже если бы моя семья... Я бы не мог обеспечить свою семью. Я не хорохорюсь. 25-го числа я бы закончил. Просто бы... Я просто ушел. Из футбола. И это факт. Дальнейшую мою работу я не знаю, там, потерял бы опять я огромные деньги, потому это понятно. Но я бы ушел, я бы играть не смог. Ты сказал, что смотришь Ютуб. Да. А ты смотрел выпуск Жени Савина с украинскими футболистами? Тогда я тебе расскажу. Там одна фраза была. Андрей Ермоленко, который, между прочим, родился в России, говорит, естественно, на русском. Он спрашивал, да, и спрашивал аудитории, почему молчат русские футболисты? Не знаю. Вообще не знаю. Я Феде с ума звонил тогда. Точнее, я звонил там доктору, врачу. А Федька был рядом. Я тоже спросил Феде, почему. А он что? Ну, он так сказал, что вот, там, не знаю, лучше спросить у него. Я, давайте, не хочу ничего там, вот у него лучше спросить. Это страх за свои контракты? Да, я думаю, это конечно. Ты знаешь, здесь распространенная версия, она, опять-таки, достаточно закрытая, не публичная, что во многих командах, особенно первые месяцы, ну, там, в марте, в начале апреля, у многих игроков, тренеров, именно там, российских, да и легионеров тоже, была проблема вот с таким внутренним пониманием ситуации. Тяжело было на футболе сконцентрироваться. Прямо об этом говорили, что, ну, невозможно играть, когда ты знаешь, что происходит. Это проблема, насколько существенная? Существенная, огромная проблема. Я бы не смог играть. Я бы спросил, это огромнейшая проблема. Но я спать не мог. Как я буду выходить на поле, я не мог, я не смог бы играть. Вот вы меня спрашиваете? Я говорю, нет. Для меня это огромная проблема. Мы в Ереване. За последние месяцы Армения стала одним из самых актуальных направлений и для релокации, и для туризма. Но сейчас о футболе. За последние годы уровень местного футбола ощутимо подрос. В прошлом году Алашкерд, первым из всех армянских клубов, преодолел квалификацию еврокубков, попав в групповой этап Лиги конференций. А сборная Армении очень бодро начала отборочную кампанию к чемпионату мира. И в какой-то момент даже имела вполне себе реальные шансы попасть в стыке за право сыграть в Катаре. После того, как Генрих Эпхитарян завершил свою международную карьеру, в команде появился новый лидер. Хавбек Краснодара и одно из главных открытий прошлой сезона РПЛ – Эдуард Спиртсян. По моей информации, к Спиртсяну уже внимательно присматриваются скауты из Франции и Испании. Игрока все устраивают в Краснодаре, но в случае конкретного и интересного предложения из топ-лиги нельзя исключать трансфер уже этим летом. А в самой Армении очень верят, что Эдик построит в Европе такую же успешную карьеру, как и Генрих Эпхитарян. В новом сезоне, с учетом бана российского футбола, Армения будет чуть ли не самой доступной возможностью посмотреть живую международные матчи. Во-первых, Еврокубки, в которых Пюник или Аррат Армения могут зайти очень далеко по армянским меркам. А во-вторых, матчи сборной Армении на многолюдном республиканском стадионе. Этим летом и осенью команда играет в дивизионе Б-лиги наций, а весной начнет отборочную кампанию к чемпионату Европы 2024 года. Спланировать путешествие в Ереван, как и по любому другому направлению, сейчас удобнее всего в мобильном приложении One2Trip. Тут есть более 2 миллионов отелей по России и за рубежом, которые по-прежнему можно оплачивать картами любых российских банков. Здесь же можно купить и билеты на самолет или поезд, после чего в течение пяти дней вам будут доступны скидки на отели до 37%. А что совсем приятно, еще и кэшбэк за каждое бронирование до 15%, если оплачивать заказы тревел-картой с большим кэшбэком от One2Trip, которую можно выпустить там же, в приложении, всего за одну минуту по номеру телефона. Удобно, доступно и выгодно. То, что актуально всегда, особенно сейчас. Переходим по ссылке в описании, скачиваем мобильное приложение One2Trip и путешествуем с максимальной выгодой. Ты говорил о том, что готов работать, деньги бесплатно, и вообще тебе это не надо. То есть ты себя финансово чувствуешь довольно свободно, независимо. Очень такой актуальный вопрос. Ты куда вложил деньги? Насчет вложения денег я всегда говорил, начиная, когда первым у контракта, извините, был 140 тысяч долларов, по-моему, мне Виталий Иванович сделал контракт. Понятно, в первые три месяца я их всех вообще уничтожал, как обычный молодой футболист, у которого заработная плата была тысяча рублей, потом 10 тысяч долларов, на следующий день ты получаешь, ты не понимаешь, что с ними делать. Тебе в пакете деньги тогда давали. То есть ты вообще, ну, я как придурок побежал покупать машину, которая нам нафиг не нужна. А я без квартиры, на съемной квартире мы жили четверо пацанов, однако, ну, это как бы у всех так. Здесь появляются деньги, давай, пошли, там, туды-сюды, тыры-пыры, красивую тачку, там, куча тёлок, там, ну, классика. Ну, понятно, да. Да. Потом я как-то утром встал по хмелюге и сказал, надо купить квартиру. Я позвонил Паше, Андрею взял у него 100-150 тысяч долларов в долг, вложил в квартиру в первую, отдал. То есть эту квартиру потом получилось, я продал еще дороже. И когда у меня уже познакомился с Леной, с женой появился, появилась Вика, я знал свой характер, что им со мной очень тяжело, со мной реально очень тяжело работать. То есть, ну, я это понимаю, я очень требовательный человек. И я начал думать, куда вкладывать деньги, чтобы после футбола быть независимым. Независимым они от чего мнение, потому что я терпеть, если я вижу, что плохо, я скажу. Но я понимаю, что так работать нельзя. Как один раз Боря, младший, Ротенберг, сказал мне в «Локомотиве», «С тобой никто не хочет работать». Я говорю, ну, если никто не хочет работать, ну, значит, я буду один. Вопросов нету. Вот, и начал инвестировать. Сначала я хотел построить деревянные дома, перепродать, прогорел. Дальше, дал инвестировать деньги, прогорел. Дальше там прогорел, то есть… А во что, если не секрет? Ну, во всякое разное. Чушь, то есть, ну, это смешно будет. Ну, тогда я думал, что я самый умный. Как обычно, это и бывает 20 лет. Потерял много, ну, относительно много денег. И потом в 2011 году, наверное, в 2011, я не помню, когда приняли разрешение, что мы чемпионат мира проводим, в 2018 каком году? В 2011. В 2011. И когда это приняло решение, у нас коммерция, коммерческие помещения в Питере, сто ли копейки. И когда сказали, что Россия выигрывает чемпионат мира, проведение, я звоню моему приятелю и говорю, скупаем всю коммерцию, всю недвижку, что может быть, и вкладываем всю в коммерцию. И с того времени, вот уже десятилетий, одиннадцатый год, я до сих пор вкладываю. И сдаю там магазином, допустим, я покупаю коммерческие помещения, первый этаж, сдаю там ленте, дикси, магниту и тому подобное. Магазином, которые в любой война, а не война, все равно еда будет нужна. Да, там, может быть, и не индексируют, да, может быть, там упадут выплаты, но они все равно деньги будут. Ты такой рантье, у тебя недвижимость и ты сдаешь. Да, да, коммерческая недвижимость, конечно, я, да. У меня много ее, да. Ну, на протяжении 11 лет, представьте. То есть мне было, у меня сейчас 38, вот в 20, допустим, там где-то 6, у меня там были кредиты. То есть я не, вот у меня самая максимальная заработная плата плюс коммерция, вот вы представьте, была, это я вот в Анжир, допустим, перешел, мой коммерческий бизнес переносил, плюс заработная плата в Анжире, я в один месяц прекрасный, когда евро вырос, я получал где-то 37, 38, иногда даже один месяц получил 39 миллионов в месяц. Я эти деньги не видел, то есть я не видел живые деньги. У меня было там кредиты на 200 миллионов рублей, я всегда вкладывал, вкладывал, вкладывал и выплачивал. А, то есть ты брал кредиты, покупал недвижимость коммерческую, и я зарплату гасил. Да, гасил, да. И так вот у меня потихоньку, 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 и к концу карьеры у меня получилось неплохо. Сейчас сколько ты зарабатываешь в инвестиции в месяц? Ой, нет, ну я считаю, деньги тишину любят. Можно, потому что про деньги я и так много, там, чего там говорил с контрактами, сейчас я считаю, мне достаточно, в семье достаточно. То есть ты не зависишь полностью от проблем? Да. Как инвестор, который в этом разбираешься, я вижу, то, что сейчас происходит с курсом доллара к рублю, рубль растет, это плюс-минус? Для меня нет, смотря, опять же, для кого-то. Минус для тех, кто работает на экспорт, хочет продавать, они же получают доллары и меняют, то есть на рубли. То есть это нет. А для меня, я не верю в этот курс. То есть он нарисован, я уверен точно. То есть когда откроются там эти биржи и тому подобное, когда человек может получить доллары, а не виртуально, это будет совершенно другой курс. А сейчас это просто все нарисовано. За эти три месяца твои заработки, вот инвестиции изменились? Как-то просел рынок? Или ты следишь за ним? Как вообще это происходит? У тебя есть управляющие, которые тебе докладывают? У нас маленькие, у нас моя сестра работает и мой приятель, которым мы очень долго дружим. Ну, как, опять же, не дружим, а общаемся. Полностью у нас доверительные отношения. Ну, смотрите, мы все победнели за один день на 40%. Если все вырастает в цене на 40%, ты беднеешь на 40%. Понимаете, если я купил хлеб за рубль, завтра он будет, не знаю, рубль 40%, ну, ты беднеешь на 40%. А аренду я не могу повысить на 40%, это невозможно. То есть, конечно, на жизнь всегда, всегда хватит. Ну, блин, опять же, введут военное положение, я знаю, будет война, это бы другое. Но на данный момент меня все устраивает, и спасибо Богу, что так все. Как бы жаловаться, я не жалуюсь на это. Но, опять же, у меня же были большие риски, я рискнул. То есть, все футболисты вокруг мне говорили, занимайся футболом, только футболом, только футболом. Я говорю, ребята, вам дается десятилетие, я и муричукам говорил, братьям, я говорю, вам дается 10 лет футбола, чтобы вы были независимы ни от правительства, ни от мамы с папой, ни от знакомых, я говорю, ни от кого. Пытайтесь вкладывать деньги. Пытайтесь, да, там, два-три раза, но это как бы не бывает такое, что ты не потеряешь. Это, я не знаю, это какая-то сказка. Два-три раза потеряешь, потом найдешь что-то куда-то и что-то к концу карьеры у тебя будет. А у тебя были идеи свой бизнес расширить на разные города, страны? Да, были. Да, мы изучали, допустим, у меня все коммерческие помещения в Питере. Мы изучили рынок Москвы, здесь это невозможно сделать вообще гипотетически. Конкуренция высокая? Здесь не конкуренция, здесь вообще другое все. То есть Питер идет к этому. То есть мы изучили все строительные компании здесь. Ну, ты заходишь, например, говоришь, пожалуйста, дайте дисконт. Тебе говорят, нам завтра чудак придет с 10 миллиардами рублей и выкупит вообще все. Какие тебе дисконты? Ну, примерно такие вот разговоры. Это мягко. В Питере идет такое, но если мы долго в этом рынке, то есть мы иногда вот последнее помещение, я за полтора года купил всего лишь одно помещение, потому что больше нет. Хорошо, у нас есть события, которые происходят. Ты собираешься дальше инвестировать? Понятно, что будет меняться много и нужны будут инвестиции. Ты дальше будешь инвестировать в Петербург? Ну вот, в свой бизнес? Да, я в принципе готов. Я готов, да, но у меня деньги всегда отложены. То есть я все деньги не трачу. То есть мне приходит, я какую-то часть всегда или конвертирую в доллары, или в рубли. Но нечего покупать на данный момент. Ну, если сейчас изменится рынок, понятно, что из-за событий, которые происходят, ты все равно веришь и будешь инвестором. Ну, если я собираюсь жить здесь, да, ума у меня не хватает инвестировать за границу. И это одна из причин, о которой я бы не хотел уезжать. Потому что там я не знаю ничего, никого. и если суждено потерять здесь, значит, ну, значит суждено. А когда был твой последний разговор с Геркусом? С Геркусом? После увольнения, наверное, по-моему. Вы с ним, по-моему, расстались так. Приятно. Да нет, конечно, я вообще считаю, что он топ-менеджер. Для российского футбола, я считаю, что это топ. Что он сделал с Локомотивом за там полтора года, за два года, я считаю, это вообще, ну, это фантастика. Почему они работают до сих пор? Ну, я не знаю. Потому что это наш российский футбол. Опять же, мы к этому возвращаемся. Понимаете, человек приходит, берет Локомотив, когда команда не становится, 14 лет не выигрывает первенство. Здесь берет одного с пляжа, меня с первой лиги, с Динамо там, понимаете, собирает команду, это же как бы благодаря ему. Мы выигрываем чемпионат, мы выигрываем кубок, мы выигрываем чемпионат. И человека снимают. Вы что, больные? Вы что, больные? Кикнадзе ко мне приходит, Локомотив, говорит, на 300 тысяч уменьшить зарплату. Тебе надо, ты уменьшай. Я разворачиваюсь, хожу. Через год ворую 30 миллионов евро с команды. Вы что, больные? А это все у нас так. Вот на чем здесь можно говорить? Вот потому, что он и не работает. Но при этом высказывается Илья Геркус, и вот как он встретил 24 февраля. Верное решение. Президент уже объяснил, для чего это нужно. На мой взгляд, все логично. Я поддерживаю нашу армию и решение Владимира Владимировича. Россия поступает правильно. Читал? Мне передали. Твоя реакция? Это его мнение, наверное, не знаю. В душу ему не залезешь. Моя реакция против, конечно, но как моя реакция? Я не понимаю этого. Но мы говорим сейчас о футболе, или мы говорим это разные вещи, давайте их разделим. Ну вот разделим, вот то, что он сказал. То есть по футболу я считаю топ. По этому высказыванию я считаю, ну, мягко скажем, я против. Почему ты так говоришь? Непонятно. Я не знаю. А ты знаешь или понимаешь, почему молчит Анатолий Тимощук? Вот про него я вообще понять не могу, почему это происходит. Я знаю Тиму, я говорю, я с него брал столько раз примеры. Я не знаю, почему это, я не могу влезть в чужие головы, я не знаю, почему происходит это, почему там деньги так сильно влияют. Я не знаю, я не могу, я не могу вот объяснить. Не знаю. Я знаю, он порядочный, офигенный парень, ну, просто он топ, машина была. Благодаря ему я с него брал столько всего, там, ну, хорошего я имею ввиду. Опять может быть, знаете, он будет сидеть, где-то вот так же рассказывать и говорить, а Денисова, у него точка зрения, вот так, а она неправильная, а моя правильная. То есть, такое тоже может быть. Как ты отреагировал на решение УИФА об отстранении клубов и сборной? Я считаю, это правильно. Правильно? Да. Объясни. Потому что, знаете, я сестре сказал, вы, это мое мнение, вы, я, вы здесь все причастны к тому, что происходит. Мы все причастны к этому. Вот это мое мнение. Я, который не разбирается в политике, да, мы выбираем, мы выбираем, хочется верить, там, мы выбираем власть. И это все происходит. Я вообще за еще больше, вот, чтобы вот еще, потому что это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через вот, вот через что-то такое жесткое, да, там, по отношению к нам. Мы все смеемся, что это там не поможет, это все ерунда, там, это все это. Нет. Футбол наш скатился сейчас очень далеко. Если на следующий год мы пропустим Европу, будет еще хуже. Ну, это опять же, опять же, я извиняюсь, это мое мнение. Оно не есть правильное. Но то, что происходит, по мне, это ужас. Все. Ты сказал такую вещь в чайной, она, мне кажется, очень важная. Ты сказал, что мы все виноваты. Да, все. В чем ты себя винишь? Виню, что, что развязалась вот эта вся ситуация. Как моя сестра говорит, это независимо от нас, но мне все равно остается какой-то такой вот, что мы не можем, наверное, до нашего правительства донести нашу точку зрения. Допустим, такой человек, как я, я полностью убежден, что это неправильно, но я это не говорю. Только вот сегодня, да, все, вот меня позвали. Вот, но то, что я говорю, что это неправильно, ничего не изменится. То, что будет говорить, что это неправильно тысяча человек, ничего не изменится. Миллион, ничего не изменится. Только когда будет все понимать там 140, 150 миллионов, что это неправильно, тогда, наверное, что-то поменяется. Но, к сожалению, у нас там, я не знаю, 50 на 50, 60 на 40, кто-то говорит правильно, кто-то говорит неправильно. И если наша страна зашла туда, то я считаю, что это наша общая вина. Игорь, а как быть? Я тоже об этом много думал, потому что ты говоришь, мы не смогли донести. А как быть, если действительно огромное количество людей в России считает, что все правильно, что 8 лет мучили людей на Донбассе, что был геноцид русских на Донбассе. Такое у меня очень популярно. И как с этим быть? Это же мнение людей. Да, в частности, говори так моя сестра. И как быть? Не знаю. Ну вот так вот. Я не могу ответить на этот вопрос вообще никак. Я просто хочу сказать, что не смотрите телевизор. Просто и все. Я не знаю даже, что пожелать. То есть, если вот, допустим, я вообще телевизор не смотрю, я просто его не смотрю. То есть у меня какой-то... Если бы я его смотрел, знаете, каждый день на протяжении, там, не знаю, тех же 8-10 лет, или 8 лет, да, последних. То есть, может быть, у меня была точка зрения другая, я не знаю. Я просто его не смотрю. И люди, наверное, в этом тоже не виноваты, когда ты включаешь с утра новости, там, тебе вот так трубят, что там в обед включаешь, тебе тоже трубят, вечером включают, тебе тоже трубят. И на протяжении там много лет, да, то, может быть, и ты... меняется что-то, не знаю. У меня есть родная сестра моя, очень умная. Она, девочка очень... Ну, относительно, понятно, что... Ум это относительно... Но очень не глупая. У нее своя точка зрения. Моя родная сестра. Я знаю, о чем она думает. И я мою родную сестру не способен переубедить. Это невозможно. У нее такая точка зрения. У меня такая точка зрения. То есть, если мы внутри семьи не можем прийти к знаменателю, что правильно, что неправильно, да, то как мы можем влиять на чужие семьи, на чужие имени? Да никак. Год назад, чуть больше, в январе 21-го года, ты высказался о Навальном. Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов. Я никогда не интересовался политикой, интересоваться ей не буду. Значит, сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального, поддержать его семью, его детей, жену, и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Все мера и добра. Это было достаточно такое резонансное событие. Когда ты стал интересоваться политикой в России? Я вам так скажу, мне все равно на Навального. Вот честно. Я не знаю его личное. И он меня тем более. Хороший он человек, плохой. Я не знаю, хороший бы он президент был, плохой президент. Я высказал себе свою позицию, что человека нельзя отравить, потом, не знаю, там, сажать в тюрьму за то, что он высказывает какую-то там свою... Это то же самое, что я сейчас вот выскажу вам, да? Через неделю меня грохнут где-нибудь. Ну, если это правильно, значит, мы будем продолжать жить в таком. Я высказал себе свою позицию, что это неправильно. И вообще, у меня такая позиция, да, что должны не силой принимать решения, а должны делать так для страны, чтобы такие бездари или там тупоголовые, как про меня будут говорить, не смотрели ни Навального там, да, ни эти расследования. Ну, Навальный и Навальный, да. Но я против того, что человек, ну, он выполняет такие функции. Ну, вот так. Ну, за что? За что его сажать? Я вот не понимаю этого. Ну, дальше с ними заходили в диалог. То есть, если вот дальше как-то, ну, это же человек. То есть, ну... Опять же, я не знаю, хороший он, плохой, я его не знаю лично. Я не могу ни о чем... Я просто о всей ситуации высказался, что по моим пониманиям это вообще ни в какие рамки не лезет. Это неправильно. После тех слов тебе прилетело вообще от кого-то? Да нет, нет. Такого... Да, слушайте, я никого не агитирую, никуда выходить. Кто я такой? Нет, ну, может, знакомые, приятели писали по этому поводу, чем-то высказался. Такого не было? Нет. Нет. Но я вот, опять же, все мне через Мишу, я Мишу позвонил, я хотел высказаться. Я вот, я хотел... Правильно это, неправильно. Мне мама говорила опять, не надо. То есть, ну... Я не могу по-другому. Я вот такой, какой я есть. Опять же, я говорю, что он бы пришел к власти, допустим, и что касается политики. Понимаете, чтобы дискутировать о политике, надо знать хорошо историю, тому подобное, надо быть начитанным. Я не такой. Я сразу говорю, я спортсмен. У меня есть свое понимание, что правильно, что неправильно. Возможно, опять же, оно ошибочное. Но так не должно быть. Вот по мне. Все. Точка. А тебе вообще мнение о нем, о Навальном, изменилось за год последний? Потому что, ну, понятно, очень много разговоров, слухов. Я, в принципе, эти вот то, что я там делал расследование, ну, нельзя сказать, у нас все смотрели. Я играл в локомотиве, то есть все ребята смотрят эти ролики. Ну, у меня улыбка только на лице возникала, то есть, ну, ничего удивительного, как бы, я, ну, я вообще за чужие деньги мне, как бы, ну, вот, честно говоря, ну, 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 по барабану. Но я всегда говорил свою позицию. Человек имеет право говорить то, что хочет. Вот просто то, что хочет говорить. Вот хочет он там, я не знаю, там выйти куда-то, пусть выходит. Хочет он там что-то сделать, да пусть делает. То есть вот я хочу жить, чтобы мои дети жили свободно. Я не хочу там бояться что-то говорить. Бояться за свою жизнь, бояться за свою семью. Я не хочу этого. Вот я сейчас вам говорю откровенно, да, то есть, допустим, я не знаю, что дальше будет. То есть, ну, я не знаю, ничего не понимаю там, что-то будет там происходить. Ну, вот я вот такой вот. И мнение о нем, я, в принципе, я уверен был, что он вернется в страну. Я уверен был, что он сядет. Я уверен был, я говорил с супругей об этом. То есть, это железо, бетон, он вернется, потому что такие, они всегда, ну, вот он, вот он, допустим, у меня есть свое мнение, ну, вы меня завтра вот посадите, но я не изменю свое мнение. То есть, я буду с ним, потому что, если я изменю свое мнение, я жить не смогу дальше. Вот и все. Мне лучше убейте тогда, понимаете? Я хочу, я бы лучше умер, быть свободным, но, чем, я не знаю, вот таким зажатым и бояться что-то вякнуть. Но это опять же, это я. А таких, я не знаю, там, может быть, я там скажу, опять там, ненормальный, сумасшедший, но и что с этого дебила снять взять. Артем Дюба в 18-м году говорил, что хотел бы прокладить войскам вступить в войну. Стата Дюба. Черчесов после Евро называл себя полевым командиром. Я не знаю их позиции по нынешней ситуации, честно, но как ты считаешь, много в нашем футболе людей, которые поддерживают то, что происходит в Украине? Я не знаю. Ну, вы сейчас это, вы сами читаете, вам это не смешно? Мне вообще есть ноль комментариев, не знаю, что вам сказать. Это сумасшедший дом просто. Скажи, спорт когда-то был или, может быть, будет вне политики? Он должен быть вне политики. Но не при сегодняшней ситуации, на самом деле. Вот то, что нас запрят, то есть я поддерживаю. Опять же. Я могу сказать так, если бы все футболисты были вот все-все-все тренерские штабы, все футболисты высказались против и нас запретили бы, тогда я бы сказал, что нет. Но когда все молчат и запрещают, я скажу да. Это все ударит по русскому футболу на 5-10 лет, потому что ты не будешь играть год, может быть, больше, ты вернешься уже в другом статусе, в другом состоянии. Да. Ну как? Как это объяснить игрокам российским? Это же реально убивает наш футбол. Да. Его убили. Не убивает, его убили. Ну, это, вы вернешься, правильно сказали, там, минимум 5-летка, а так 10-летка понадобится. А как вы объясните, допустим, мы играем с 2002 года, мы столько добивались, чтобы у нас там три команды играла в Лиге Чемпионов, столько лет положили на вот, на вот возрождение, точнее, даже не знаю, как это, новое там... новая страница была Кубки UEFA, Евро... Да, а сейчас мы вернулись в 90-е года. Но я опять же говорю, что если бы все высказывались бы именно из футбольного мира, тогда бы я был... А все молчат. Ну, молчите, значит, получайте. В ближайшие там 10-15 лет, а вообще Еврокубках, вы просто забудьте, то есть там... Мы раньше мечтали о полуфинале Лиги Чемпионов, да, там... Сейчас просто будем мечтать о том, чтобы просто в Лигу Европы попасть. Но это реалия, и надо думать, как этим воспользоваться, шансом. Вот надо... Ну, вот ты... Вот это все случилось. Сейчас можно все, что угодно говорить. Мне кажется, надо просто думать, как дальше, дальше жить. Ты сказал, что ты повесил бы бутсы на гвоздь. Да, я пошел, да. Но давай просто представим, что надо как-то жить дальше. Молодому футболисту российскому. 22, 23 года, 25. Нет, если бы мне было 22 года... Да, что бы ты сделал? Такого... Ну, во-первых, когда мне было 22 года, у меня вообще шальная голова была. Я без ночи... Что бы я делал? У меня вообще... Пошел бы водяр, напился бы. Вот. А если бы какое-то понимание было и мне к трясатке было бы, я бы ушел. Но 22 года нет. Хорошо, 22 года. Давай подумаем, что делать парню молодому? Уезжать в Европу, не знаю, куда-нибудь... Оставаться в России, играть, доказывать здесь. Это, опять же, все зависит от той ситуации, которую будет выстраивать РФС. Допустим, есть... Вот я вот, когда начинаю задумываться, допустим, сейчас самое время, вот прямо сейчас самое время, знаете, есть... Может, компания, да, там содержит всех клубов. Вот сделайте просто... Ну, не знаю, может, это смешно позвучит. Может, опять скажете, и херню несет. Есть бюджет. Поделите на все команды, уберите всех иностранцев, они сейчас не нужны. Мне... Ты бы брал всех легионеров. Всех вообще, которые там... Высок... Всех. Они не нужны. К чему готовиться-то? Вот. Поделите на все... И сыграйте там чемпионат России с ровным бюджетом на все клубы. И играйте. Потом, когда это все снимется, все это уберется, приглашайте сюда потихоньку иностранцев. Но у вас теперь будет выбор среди русских футболистов. И они, поверьте, они наберут. Они наберут кондиции. И сюда пристраивайте сильных иностранцев. Тогда это вы... А если сейчас вот это все произошло, и мы не делаем ничего, я не знаю, тогда... Ну, это каю как бы. И эти деньги, которые там иностранцы там получают по 3 миллиона, там не знаю, по сколько там, моя энная колесия, отдайте на развитие детского футбола. Детского футбола. Ребята, я вот, ну, я просто есть... Пользуюсь случаем. Я скажу, копните в детский футбол. Вот все. Вот я вас прошу, все копните в детский футбол, и вы увидите этот ужас, который творится там. Кроме, конечно, есть «Сдюш-Зенит», «Сдюш-Краснодар». Все отлично. Все супер, да, там все эта картинка. Не должно быть там по всей стране 3-4 школы. Должно быть их 100-4, там 200 школ, которые конкурируют между собой. И ребят должно быть еще больше, там не 10 тысяч, да, там футболистов, а 50 тысяч, знаете, ну, я просто образно говорю. Вот сейчас время обратить внимание на детский футбол. В твоих словах чувствуется отчаяние, да, как у многих. Да. Как ты его преодолеваешь? Все же, это уже длится уже 3 месяца, даже больше 4 месяца пошел. Как ты это преодолеваешь? Ну, как ты себя успокаиваешь? Ну, я вот пошел детишек тренировать только этим. Все. Я специально пошел, и я не мог дома сидеть. Любительская команда, где мои дети тренируются, они там тренируются больше полутора лет, вот. Ну, и сейчас мы перешли там на формат 6 плюс 1, и я подошел к тренерскому штабу и попросил, я говорю, дайте мне понять вообще, не то, что способен или не способен, да, интересно ли мне вообще тренировать. Вот, ну, я пошел в самый низ, считайте, любительская лига. Вот, понятное дело, ну, бесплатно я сказал, ребят, давайте мы, может быть, там, кого-то еще пригласим, именно детей. Я приду, там, может быть, слухи пойдут, детишки пойдут, это же не бесплатная секция, там, вам будет хорошо, заработная плата будет увеличиваться, ну, и мне будет классно не сидеть дома, не думать ни о чем, а только о детях. Ну, плюс я закупил много оборудования, там, всего. Мы в Петрово-Дальне тренируемся, называется команда сферы футбола сейчас. Мои дети пошли 8 лет, вот, потом начался ковид, они 7 месяцев ничего не делают, то есть, по факту, мы тренируемся полтора года. Я вообще не хотел никогда, чтобы мои дети пошли в этот грязный российский футбол, то есть, я был против, они меня вот просто умоляли, мы хотим, я говорю, окей, пошли. Шанса попасть в Сдюш мало, то есть, мы, понимаете, очень много вопросов, вот я, когда сейчас коснулся, я задаю очень много вопросов, где нет ни одного ответа, организация детского футбола, от любительской лиги до Сдюша. Понимаете, мои дети родились 18 декабря 11 года, они поздние, кто родился в начале года, то есть, год разницы, это опупеть. Я и пошел, и договорились с тренингским штабом, что я хочу дать детям шанс, допустим, 11 года, у нас там микс, там 12 год, 13, чтобы была еще одна попытка, потому что там, я увидел, там 3-4 мальчика могут спокойно зацепиться, если захотят дальше. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, вот на полгода год, там же и мои дети, да, будет попытка там через полгода опять пойти в Сдюш. Вот. Ну, надо сказать, когда ты все равно останавливаться с любительской лигой и пытаться там идти дальше. Что самое печальное, что ты увидел в детском футболе? Все. Просто абсолютно все. Вплоть, допустим, мне очень понравилось, вот я очень могу плохого много сказать о зените высшей лиги, да, я был своей зенитсменом, они сделали обалденную инструктуру, у них появилось все, да, тренерский штаб у них тоже хороший, такие ребята, все, ну, просто классно, но нет выпускников. Вот я с Войсанычем Костровским разговаривал, вот это вот мой тренер, сейчас он там один из директоров, не знаю, как должность точно там называется. Я говорю, Войсаныч, у вас есть все сейчас, офигенные поля, там, бутсы сколько угодно, там формы сколько угодно, выпускники где? Где выпускники? То, что всегда ответ, то, что зенит, Семак, там, не хочет там учить, а хочет конкретно футболистов. Я говорю, так если он так говорит, окей, тогда надо, наверное, что-то делать, что-то менять, под вот, вот под такое время, если Семак говорит, мне нужны готовые игроки, значит, ну, готовьте их. А если вы будете делать одно и то же, там, на протяжении многих лет, вы будете получать одно и то же. В любителях, допустим, со своими детьми играть в любительскую лигу. Мы играем с такими же любителями. Какой-то умный тренер берет топ игрока, там, какого-то, через какого-то, там, не знаю, там, знакомого, или там, своего воспитанника. Допустим, вот мы один раз коснулись турнира, пришел парень, Чертанова, капитан Чертанова, играть с детьми, с нашими, ну, с любителями. Я себе запрос, зачем? То есть, организация таких турниров тоже непонятна мне. Это, это тоже самый пример, чтобы вы понимали, там, мне 11 лет, я там выиграл, ну, практически по городу, все, там, был один из лучших игроков города, и мне звонят и говорят, Игорь, Игорь, иди сыграй за любителей. То есть, я здесь приду, там, через 5 минут всех обыграю, как бы уйду. То есть, меняется просто все. Организация любительской лиги, она безобразная. Турниров безобразно. Да, поля хорошие, да, вот это все, да, но стремление тренера выиграть обязательно турнир, это бред. Стремление выиграть чемпионат города в дюше, чемпионат России в дюше, это бред. И только недавно я узнал, я говорю, почему, целист, почему тренер стоит и орет там на ребят, и вот надо выиграть, выиграть, почему? Опять мы возвращаемся за родную плату. Если ты выигрываешь, оказывается, если ты выигрываешь там в дюше чемпионат города, тебе какой-то там сертификат не а там дают, там, не знаю, там, а плюс, я не знаю, ты можешь уже идти и тренировать там и тренировная плата там с 50 тысяч перейдет на 65. Но, как бы смешно, у них дети, их надо, конечно, и тогда мы теряем футбол, мы его полностью теряем. И мы бьемся за результат в детях. Зачем? Я не понимаю этого. Вот представьте, вот гипотетически, я вчера разговаривал со знакомым, вот просто такую вот картинку, представьте, закройте, я сидел, я говорю, с супругой мы долго разговаривали насчет интервью, я говорю, вот представьте, школа «Спартак», допустим, да, которая сейчас, допустим, выиграла кубок, все болячки, фанатеют, там все, кубок России как лига чемпионов, атмосфера была феноменальная. И вот детский футбол, 12-й год тренирует, Оленичев, там не знаю, 11-й год тренирует, Титов, ну все вот, и чемпионат России, они приезжают в Петербург, а здесь там бывшие, там, Кержаков, да, там главные трибуны, вот представьте, это трибуны будут, я уверен, что это будут полные трибуны. Я считаю, если Миллер отдаст приказ, вот Миллер скажет, тому же этому президенту Спартака Фидуну, они вдвоем могут это все замутить легко, просто вот так, и через год это будет. А когда они скажут, вот мы хотим и надо, появляются и люди, появляются и новые идеи, а когда Александр Валерьевич, я слушаю, когда он дает интервью, вот РФС, я там в краткости послушал, у него голова забита, как нам улучшить Кубок России, как нам, ну зачем, нафига он нам нужен, вот я не понимаю, я имею в виду на сегодняшний день, я могу ему набрать, я могу сказать больше, он скажет, Игорь, приезжай, должна инициатива отходить не от меня, если Миллер скажет, Миллер, все, если я буду звонить, с идеями, Александр Валерьевич, возьмите меня за стол переговоров, Александр Валерьевич, примите меня, да ему это нафиг не надо, понимаете, то есть если ему это будет надо, вот он сидит и на 100%, он уверен, что это надо, ну конечно, ну я, ну ситуация такая, что ему это не совсем и надо, я против того, чтобы шло от кого-то, это должно идти, инициатива от них, может быть ему мои идеи не понравились, может кого-то он еще позовет, да там, кто-то, кто-то еще круче предложит, кто-то что-то там вот, то есть когда есть понимание 100%, что это надо, появляются и люди, появляются и идеи, появятся и деньги, а когда он сидит на стуле и думает, да ну на кой хер это надо, опять украдут, опять обманут, опять разведут, опять я дураком буду через год, что буду, это не получится, посмотрите, вот феерическое, да, место, вот фантастическое, атмосфера супер, кто посмотрит вашу программу, я прошу, пожалуйста, ребята, вложитесь в футбольное поле, сделайте ребятам просто хорошо, поле стоит заменить 7 миллионов рублей, это поле сдается в аренду, кто-то, я не знаю, чья это земля, какого-то там опять космического человека, но он же должен понимать, это же здесь тренируются дети, ну купите вы поле, сдавайте его в аренду, эти деньги через 5 лет вам все равно вернутся, а для детей это такая сказка, в прошлом году, ну я еще не был здесь в тренерском штабе, я ездил как папа, мы приехали в Хорвачию, я вам клянусь, деревня, деревня, три, натуральных, идея вот такая, мы тренировались, я Лене говорю, ну же супругу Лену, я говорю, ебаная, деревня, три, просто офигительных поля, два искусственных топа, пять полей, в деревне хорватской, хорватской, о чем можно говорить, Подмосковье, Рублевка, 10 минут, где поле, вот я вот, пожалуйста, люди обратили, ну где оно, а потом вы требуете, что вы можете требовать, вы сделаете инфраструктуру, и при этом требуете, приезжаешь в Хорватию, просто в деревушку, имеешь два натуральных, фантастических поля, почему, вот вы можете ответить на вопрос, я не знаю, я можно у вас интервью немножко возьму, вот ответьте, почему, я не знаю, я знаю итог, я знаю итог, потому что, поэтому у хорватов каждый год победитель в лиге чемпиона бывает, поэтому у хорватов в сборной играет в финал чемпионата мира. Если вы сейчас мне зададите вопрос, Игорь, где здесь в Подмосковье, вот здесь, вот здесь, натуральное поле настоящих размеров, вот здесь, где у вас живет, давай спрашивай, где используют ради каждого размеров, ни одного? Нет. Да ладно? А крутик на крутик, миллиардер на миллиардере, живет там в области там 50-50 километров, ну 15, ни одного нет, ни одного, натурального поля, настоящего, настоящего размера, я имею ввиду. Я понял, да. Ни одного? Охренеть. Охренеть я говорил пять лет назад, вот так же, охренеть. Нет, не понять. Александр Валерьевич, к вам вопросы. Нужно систему полностью, то, что у нас в детском, ее нужно просто вот так брать, вот так всех, вот просто под корень, вот так, и все менять. Знаешь, что обычно говорят, когда такие есть идеи, кого вместо? Вместо никого нет. Вот всех убрать? Допустим, даже гипотетически, если я там, тренер сейчас зарабатывает 25 тысяч рублей, да, дай ему миллион рублей, ничего не изменится. Я бы это говорю. Ничего не изменится. И как быть? Нужно менять полностью систему, и под эту систему уже выращивать чуть-чуть, чуть-чуть туда, вот, который сейчас будет заканчивать, который там, вот это, вот потихоньку менять. Я могу там говорить языком, там трепать. Вот я сейчас взял, пошел, взял детишек. Я хочу поставить им, попробовать. Поставлю я футбол, донесу я детей? Я не знаю. Я пытаюсь. Я пытаюсь, я говорю, ребята, не обращайте там, тренер какой-то там орет там на своих ребят. Я говорю, не обращайте внимания, пытайтесь играть в футбол. Играйте в футбол, пытайтесь, не смотрите, вообще забудьте о результате. Он не должен стоять первичным в детском футболе. Это весь смех. И что изменить? Допустим, вот я разговаривал в школу «Зенит». Она феерическая школа. То есть, ну, просто, ну, класс сейчас в Питере. Но, я сказал свое мнение. Правильно оно или нет, покажет жизнь. До 11 лет базу, там, прием мяча, уход, техника, туда-сюда, до любого вы там тренера возьмите. Ну, не любого, но я образно говорю. Окей. С 11 лет до 17 лет, 6 лет ты обязан, просто обязан в детском футболе заставлять детей играть в высокий прессинг, быстрые передачи, короткие, длинные, много ударов, вот много всего, независимо от результата. Результат должен быть на втором месте. Должен быть поставлен футбол. И вы представьте, на секундочку, задайте вопрос, если ребенок с 11 лет до 17, до 18, каждый день, каждый день, чертовый день, учится играть в короткие, в длинные передачи, высокий прессинг, много ударов, там, комбинаций, через 6 лет что будет на выходе? Но опять же мы утыкаемся в результат, опять мы утыкаемся в зароданные платы. Ага, кто-то будет так играть, а кто-то умный, да, там, поставит игру от обороны, будет на контратаке ловить. Какой-то вот так, понимаете, вот как с этим бороться, надо сидеть и как бы думать, понимаете? Да, я еще раз говорю, повышение заработной платы в тренерском деле, она обязана быть, потому что не может, допустим, лучший тренер в Зените, там детский, я там узнавал, он получает, там, по-моему, 100 тысяч рублей, по-моему, ну, это максимум. Ну, я могу ошибаться, плюс. В Зените, да. Я говорю, не может быть такого, то есть не может быть. Я с Кержаковым разговаривал, я говорю, Керж, ты не должен тренировать Нижний Новгород, ты должен тренировать, и вот тебе город Петербург, там, дал жизнь, реальную жизнь, отдай должное, посиди 2-3 года в Зените, потренируй детей, покажи им, я говорю, ты величайший, там, нападающий, я имею по российским меркам, дай им сначала, что ты знаешь, что ты можешь, а потом иди туда, ну, как он может прийти и дать, да, допустим, мне заработную плату, там, допустим, если там, у меня гипотетически возьму из дюш, я буду бесплатно работать за какую-то идею, Кежу надо получать зарплату, но он не может получать 100 тысяч рублей, да, допустим, у него там трое детей, ну, не может быть такого, то есть, ну, это должно быть все систематически, я это говорил давно, я говорю, донесите до Миллера, просто донесите до Миллера, что система, они брали Хенка, вот, допустим, что касается них, потому что я там, ну, как бы родом оттуда, пришел какой-то Хенк Менг, я не помню, там, голландец, поменял всю систему, заработную плату 10 тысяч евро забрал там, он там писал в интервью, что я там через 5 лет, там, выращу там 10 Денисовых, 10 Быстровых, там, вообще без проблем, прошло 6 лет ни одного выпускника, после него прошло, сколько еще, 5 лет ни одного выпускника, я имею в виду топ уровня, значит, что-то неправильно. Ты сказал, донесите до Миллера, Игорь, ты не общаешься с Миллером, с Дюковым, все же ты, футболист, который... нет, с Александром Валерьевичем, вот он мне звонил, когда мы чемпионом стали, по-моему, он мне звонил на день рождения, меня раньше всегда поздравлял, потому что с Александром Валерьевич, я всегда с ним был в офигенных отношениях, я считаю, это, ну, интеллигентный, умный человек, Дюков, вот, но я после того, как поменял телефон, мы больше не созванивались. А Миллер, нет, такая, а что я для Миллера изгой, когда там это все произошло, вы же помните, что с Денитем творилось, так что, ну, я думаю, для него я точно закрыт. Тебя ни разу не приглашали тренировать, я не знаю, в Зенит, детскую команду, или в Московская Академия, или вообще какой-то статус в футболе официальный? Ну как, все знают, что интерес у меня до, допустим, месячного, если откинуться месяц назад, у меня интереса не было вообще. Я сказал, я никуда не сунусь, конечно, если я скажу, что я готов, я хочу взять Дюш, конечно, но там в Зените работает Аршава, у него, я думаю, восприятие детского футбола примерно такой же. То есть, я слышу, да, там, я недавно встречался с Аршавой, ну, относительно недавно, мы с ним тоже сошлись на том, что дети с 11 лет должны уже выполнять огромную функциональную работу, а не вот так гладить по головке и сказать, ой, ты же, ой, ой, вот этого не должно быть. Понимаете? Но это должно не один человек в клубе быть, их должно быть 5-6, созданной одной идеей и одной системой. То есть, это не один год, допустим, ты пришел в 12-й год, а 13-й год по-другой. Нет, это должно быть вот так все по этому и идти до выпуска футболистов, потому что футбол, вы только что, да, мне час назад говорили, классный спорт, потому что он смотрит на конечный результат. А конечного результата в Зените нет, потому что нет выпускников. Значит, что-то не так, значит, надо что-то делать по-другому, пытаться. Я открываю YouTube, да вы любой YouTube откройте, любой, там, берите, там, 2005 год, 2003 год, 2006 год, игру любую на чемпионат России среди дюшей, чемпионат города Москва, там, Петербург, вы увидите темп на игре. Спать можно. Спать можно. Любой год. Кроме, конечно, вот я сейчас был, ну, 12-13, когда играют на маленькое поле, 5 на 5, там, 6 на 6, ну, приятно посмотреть, то есть, ну, маленькое поле, то есть быстро. А когда уже играешь 11 на 11, это катастрофа. Это катастрофа. Дальше они что делают? Я когда с Вурсенко или там с Мутко разговаривал, вы убрали дублирующий состав, то есть раньше, то есть я попадал в дублирующий состав, играло 5 взрослых. Ты попробуй там встать, просто встать на поле, попробуй. Вот вокруг тебя играет 5 взрослых, 5 дублеров, да? Попробуй не добежать куда-то. Сейчас такого нет. Сейчас какая-то вот это, ЮФММ, ФММ, вот это все, бредятина какая-то. Для чего? Дети заканчивают спортивную школу, идут дальше играть в год в год. Да какую бы ты лигу не сделал суперскую, они дальше продолжают в этом же темпе играть. Кого ты выдернешь в высшую лигу? Вот кого? Им нужно адаптацию проходить, я не знаю, там полгода, 8 месяцев просто для нагрузок. А уже потом смотреть, подойдет он в высшей лиге, там, да, там, футболу, или не подойдет. То есть сразу нужно идти в команду, где есть взрослые ребята? Конечно. Как раньше было в дубле. 5 взрослых. Конечно, 100%. Допустим, я двукратный чемпион России среди детей, да, там, шестикратный чемпион города Санкт-Петербурга. Кому это надо? А моим детям я говорю. Ну, они так на меня посмотрят. И. И на самом деле, и. Вот сейчас, кстати, недавно разговаривал с Вальсанычем, ну, с моим тренером. И вот он говорит, вот приехал к нам Хэнк, сказал, зачем вы там делаете, там, 14-15-летним ребятам? Бега, надо все на мяч. Я говорю, Вальсаныч, мы русские. Бразилец выйдет в двухлетнем возрасте. Набьет, я не знаю, сто раз. Русский выйдет в двухлетнем возрасте, он на этом мяче просто упадет. Но это факт. Африканец в два раза сильнее физически русский. Понимаете? То есть, если это все сравнить, генетика, ее, ну, никуда не... Не отменить, я понимаю. Не отменить. Мы, допустим, такие, как я всегда говорил, для меня Ашава, да, ну, топ вообще я, то есть, когда он в лучшей форме был, я не видел сильнее игрока. Просто я, когда он тренировался со мной на поле, я просто, я рот открывал. Вот. Это единицы. Но если бы ему добавить физик ее, да, допустим, он бы был бы просто одним из лучших в мире. Я вам... Ну, блин, это сто процентов. И, допустим, такие, как Ахаршайн, ну, рождается, ну, раз вот сколько там, не знаю, десятилетия, да? Дай бог, чтобы еще родились. То есть, ну, я не знаю. Но наш футбол должен рассчитан быть на коллективном, физическом, одаренных ребятах. То есть, которые могут подстроиться друг по другу, которые будут биться друг по другу, которые физически сильны, при этом тактически оснащены очень хорошо. Но это опять же, вы вот, я вот в прошлой программе здесь сидел, я говорю, я против, чтобы в нашей сборной возглавлял русский специалист. Против? Против. Абсолютно против. Да, я против. Все самое лучшее, что у нас происходило в футбол, благодаря иностранцам, иностранных тренеров. Все самое лучшее. Адвокат пришел в Зенит, поставил на схему 4-3-3. Представьте, в 2006 году, по-моему, в 2005-2006 он поставил на схему 4-3-3. Мы на него вот так смотрим. Это как? Как это играть, да? Как это? Это как? Он говорит, всю жизнь Голландия играет. А мы говорим, это как? Зенит. Он говорит, это как? Понимаете? Спалетий пришел, дал нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одной игры не выиграли на сборах. Я говорю, это как? Он сел на тренажер, он меня позвал при всей команде. Говорит, Игорь, на, ты там один из физических, там сильных. Поставил мне там на передние, там, ну, смеялись все. Я выжить не мог. Он сел, десятку дал, и все, и просто ушел. Тренер, Спалетия. Вы понимаете, какая разница глобальная в развитии футбола? Капелла, пока не сошел с ума, вот вы, это факт. Почему Капелла, вот допустим, даже что касается Капелла, он возглавил, он сделал, мы просто заняли первое место. В Португалии. Мы заняли первое место в отборе. Да, я помню. Каждая замена точечная. Все принятия решения 5 с плюсом. Мы идем на первое место, обыгрываем Португалию. Там все это туда-сюда. Потом он... Почему он сошел с ума? Объясни мне. Потому что он сошел с ума. Только вопрос задайте ему. Так вы ему наберите сейчас и задайте ему. Почему так произошло? Он... Мы попали на чемпионат мира в Бразилии, мне 29, Кержу 30, Быстрову 29, Анюкову 30. Он говорит, нам нужно омоложение состава. Мы будем... Вы же помните это ревью? Да, в 18-й год. На 18-й год. Ты сумасшедший. Мы в лучшей форме. У нас чемпионат мира в Бразилии, а ты нам говоришь, мы будем молодых. Там пацаны играли молодые, которые даже в отборе ни одной игры нет. И никто не задал вопрос. Я вам задаю вопрос. Почему? Кто ему что сказал? Почему так произошло? Березуцкий писал интервью, говорит, мы достигли такого уровня, что мы должны выставить. Он правильно говорил. Потому что мы все в хорошей, обалденной, там были форме. У нас было месяц до подготовки к Бразилию. И он так просто берет, все перечеркивает. Ставит ставку на молодых. Допускай, что это была стратегия от РФС тогда. Я не допускаю, я могу допустить все, что угодно. Я вам скажу. Давай наигрывай молодых на 18-й год. Я просто скажу, это был просто полный дебилизм, которого я вообще не понял и я до сих пор не понимаю. А что дальше происходило? Провал. Все сказали, футбол у нас говно, футболисты у нас еще хуже, чем, да. Дальше, он идет в отбор на чемпионат Европы. В одной из там простых групп занимает четвертое или пятое место. Он там левого защитника берет играть левого нападающего. Я уже там брал ребят из дубля, которые даже ни одно матч в РПЛ не провели. Да. И потом пришел Слуцкий, там вернул всех. Я просто там не суть дальше. Так почему все молчали опять? Почему не задавали конкретные вопросы? Зачем ты это делаешь? Зачем ты провалил чемпионат мира в Бразилии? Я считаю, это он провалил его. Вот как я при хидинге говорю, что это мы виноваты, что не попали со Словени, да, то, что и в частности я там играл в Словении, что я был в плохой физической форме. Ну, было свое. То есть, а здесь я скажу, это его провал личный. Он делает ставку на молодых на чемпионате мира, когда нам по 29-30 лет. Ну, через год, когда Слуцкий возвратил нас, мы пять матчей из пяти выиграли, попали на чемпионат Европы. Значит, мы что-то еще могли, но это вообще, это возмутимо, это непонятно. Мне до сих пор это непонятно, что произошло тогда. Возвращаясь к тренеру, ты говоришь, иностранцы, до того, как они сходят с ума, они очень... Да, это совсем другое. Они очень полезны. Но при этом, что у нас есть своя философия, ну, российского футбола, коллектив, физическая форма и так далее. Как это совместить? Надо, если у тебя иностранцы завести, объяснить нашу традицию или как? Адвокат. Вот сейчас, что делает Симак, допустим, мы с Симаком невозможно поссориться, никогда, я с ним никогда не ругался, потому что он, это просто интеллигентический человек, я как бы не такой. Вот. Что делает Симак? Сейчас он дает четко понять. Мне нужны готовые футболисты. Окей, это твоя философия, ты должен под него... Или ты подстраиваешься, или ты не подстраиваешься. Что делал адвокат? Купил Тима Щука за 20 миллионов и доверял бесплатному, безнадежному Денисову. Понимаете? Он верил и он добился. Философии разные. Разные. Что правильно? А правильно по факту. Зенит. Все говорят там четырехкратный или трехкратный подряд чемпион России. Я говорю, каждый сезон Зенита это полный провал. Сейчас? И сейчас, и прошлый, и позапрошлый. Это полный провал, потому что Европа все показывает. Это вот мое мнение. Я вам скажу, сейчас Зенит поставь экс там любого там тренера, он станет чемпионом России по футболу. Где-то я уверен, на 99, если там метеорит кому-то на голову не упадет, это факт. А давай вспомним, тебе 16-17 лет, твой кумир в том возле. 16-17 лет уже не было вообще ни одного кумира. А до этого? До этого вот я болел за Ювенту тогда, мне нравился Дель Пьера, Зидан мне нравился. Ничего себе, это мой кумир. Я играл против Ниво, мы уже застали его еще, я в 27-м году в Лиге Чемпионов играл. Против Дель Пьера? Да, против Дель Пьера, Недви Дель Пьера, играл в Трезиге, по-моему, еще. И что, ты выходишь против всего кумира, против Дель Пьера? Ну, он уже был, он хотя нам за шарфного славя забил, там, 40 метров. да, 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 ну, он уже был такой вот, тяжеленький, да. А так, ну, в нем, блин, ну, его это правая нога, что он творил, я не знаю. А я еще, когда болел за Ювенту, когда Дель Пьера был в лучшей форме, я играл еще как десятого номера в детях. У меня получалось, я забивал очень много в детях. Я даже шнурки здесь такие, знаете, помните его? Да, да. А я просто с кроссовка снял, черный так сделал, да. И номер десятка. Ну, я, да, я всегда, ну, в детях я всегда десятка, да, играл. Потом взрослый, давай, седьмой взял, и все. Типа, как Дель Пьера играл? Я не знаю, как он вот так вот по мячу бил, я не понимаю этого. Хотя, вот, я слушал интервью, что ты можешь там научиться, там, бить, там, тысячу штрафных. Я, я уверен, допустим, вы меня миллион штрафных дайте. Я через миллион штрафных, но, может быть, там, дай бог, прибавлю, ну, процент один. Ну, так я никогда в жизни не смогу ударить по мячу, как он. А из тех, с кем ты играл на поле, там, неважно, против кого ты играл на поле, против, кто был самый сильный игрок? Сколз. Сколз? Для меня это было топ вообще. Что там было у него уникально? Ну, вот, мы играли с Манчестером кубок, и я запомнил навсегда его. Вы знаете, простому человеку это не бросается в глаза, да? Но я после игры сказал, что это человек, вот просто любой мяч, который идет, ему без разницы, прессингуешь ты его, не прессингуешь. Он разворачивался всегда в противоположную сторону одним касанием и давал длинную другим. Без разницы, какая нога. Я когда это увидел, то я как раз к нему пошел, два к нему пошел. Я не знаю, как он делать. И все время он в другую сторону уходил? Он всегда в другую сторону уходил. Даже если я хочу, вот я просто первый, он просто все равно, он все равно находил, он находил эту долю секунду, может быть, это знаете, как одна игра была, но я ее почувствовал на себе и мне хватило. Так же, как я один раз играл в сборную Германии, от балок отскочил, я же после балок, а потом залез в тренажерный зал. Я когда корпус поставил, я думал, я там, ну, мощный, да, а я от него отскочил, у меня просто косточки по-тр-р-т, собрались, я думаю, ух, ты понял. То есть второй раз я туда не пойду. Игорь, а какой последний матч чемпионата России ты смотрел? Полностью? Полностью. Ниже вы что? Нет. Полностью нет. Никакого. Как его могут смотреть? Зачем? То есть последняя игра, которая выросла, была «Зенит-Бетис»? Да, «Зенит-Бетис» я смотрел на выезде. А ты знаешь, что сейчас лучше, например, бомбардирует чемпионат России? Нет. То есть, а Гамидия Говарева ты не слышал? Нет. А молодые таланты «Динамо» тоже не слышал? К сожалению, нет. Но не в обиду. Я верю, что они таланты. Но я извиняюсь, если что. Но нет. Если честно, когда я завершил карьеру этим же днем, я же супруге сказал… Просто вот мое выражение. Я готов бы блевать от нашего российского футбола. Потому что, когда знаешь очень много и практически все о российском футболе… И работать я нигде и вообще не хотел. И сейчас, я говорю, я занялся мальками только потому, чтобы чем-то… Мозг, да, напрягать. Игорь, ну вот у вас была банда в «Зените», да, такая… Русских парней, местных, Аршавин, ты, Быстров, Кержаков, Анюхов приехал из Самары. Вы были костяк «Зенита» и сборной России. Ты говоришь, что если ты придешь в футбол российский, да, то тебе нужны единомышленники. Они не могут быть твоими единомышленниками? Или вы все же распались? Смотрите, я разговаривал еще раз, я недавно разговаривал, писал Кержу. Я говорю, моя мечта дурака, которую я понимаю, что это не сбудется. Это один шанс там, один процент из ста. Чтобы я, Кержаков, Аршава, тот же Быстров, тот же, я не знаю, там, Широков, да, как бы к нему не относился, я всегда с ним… Я знаю, что он не глупый человек. Оказались бы в структуре «Зенита» именно как детские тренера, которые немножко выстроили бы другую систему подготовки молодого футболиста. Я имею в виду от 11-12 лет до выпуска. И попробовали бы мы, дали бы нам пятилетку и не трогали нас. И через пять лет… Допустим, мне вот Федя Лунов звонил, он в структуре «Зенита» работы. Я говорю, Федя, вот такая вот идея. Я говорю, передайте, донесите до Миллера, создавь мне контракт, я буду работать бесплатно, но если через шесть лет наш выпускник заиграет там, ну тогда… А если нет, ну я и так ничего не зарабатывал, да, то есть я просто развернусь и скажу, нет, но я уверен, я уверен, что при другой системе, а система там с 12 лет до там… именно тренировочная, она должна, она должна дать плоды, потому что чудес не бывает. Почему, я считаю, идиоты? Неужели они могут поверить в это? Потому что смотря кто как будет доносить эту информацию, это во-первых. Во-вторых, я уверен, что Миллер… Ну понятно, что кто я такой, чтобы меня ненавидеть, то есть он обо мне, наверное, знать уже не знает, но принимает решение только он. То есть принимает решение только он. А кто ему как что скажет, и… Я думаю, что это вряд ли, но не будет этого. Объясняю, объясняю, я готов прийти бесплатно. Я… контракт создайте, через пять лет будет шесть-шесть выпускник, окей, там энная сумма… Киржаков не придет бесплатно, Аршавин не придет бесплатно, Быстров не придет бесплатно, Широков не придет бесплатно. Заработную плату, то есть мое мнение, вот мое мнение, как вот… Я это чувствую. Тренер до 11 лет может получать там заработную плату 100 тысяч рублей. После никак… Это невозможно. То есть он там должен их учить уже принимать пол-оборота, там… Должен учить в разные… играть детей в разные схемы, чтобы они умели. Симак сказал, я не готов их учить, я хочу получить футболистов. Вот и работайте по этому. Правильно? Все. Но для этого нужно заработную плату платить не 100 тысяч рублей, да, там… Там, не знаю, 500, не знаю, там, миллион рублей, да, но довериться. Довериться. Хенкингу они доверились? Вывод какой? Ноль? Зеро. Никаких выпускников. Значит, в чем-то он ошибался, да? Возможно, знаете, там, они нас сейчас вот скажут, окей, Игорь, идем, через 6 лет вы меня возьмете в интервью, я скажу. Я обосрался. Я был… Ну, хотя… Вот вы не представляете, как я уверен в этом. Ну, просто не представляете, потому что… Даже в цирке «Слону дай мяч» 6 лет каждый день, там, по 2 часа в день, ну, просто пинай, он будет пинай тебя через 5 лет забивать. То есть, ну, я образно говорю, то есть, ну, не бывает чудес, то есть, если из дня, изо дня в день парень 12-летнего, там, 11-летнего возраста, там, до 17 лет делает одно и то же, одно и то же. То есть, что это физика, это тактика, это техника, это играние в разные схемы, и играние в высокий прессинг. То есть, посмотрите, как добиваются, как мы выигрывали Лигу Европы. Адвокат нас заставлял играть в прессинг. В Европе играть от обороны — это капец. То есть, там такие сильные нападачи, что ты все равно, ты все равно пропустишь. Как бы ты не закрывался, ты все равно пропустишь. Здесь надо играть, особенно… Вот я посмотрел «Зенит» «Бетис». Как можно в Петербурге играть в такой… Я даже не знаю, как мягче сказать. Трусливый футбол. Как? Как ты намерен обыграть этот «Бетис»? Закрыться сзади, что… Мечтать? А, это «Бетис» всего лишь. То есть, ну, по-глобальному это всего лишь «Бетис». Нет! В Петербурге ты должен играть высоко, ты должен играть в прессинг, ты должен играть первым номером. Понимаете? Ну, какая разница? Хорошо, ты проиграешь 5-0. Ну и что? В следующий год ты еще будешь пытаться. Еще, еще, еще. Ты под этот прессинг должен покупать футболистов, которые могут прессинговать, при этом обыгрывать, забивать. Под эту схему, но никак не оборонительную. Потому что в Петербурге всегда был… Вот… Любят болельщики в Петербурге играть первым номером. Ну, это… Я там через 50 лет скажу, любого болельщика спроси. Но при этом еще, правда, нужны 2-3 воспитанника. Понятно. Это как делал адвокат. То есть это идеально вообще. Вот, допустим, я был в «Локомотиве», да? Пришли пацаны с дубля. Да, они там выиграли чемпионат России. Да, они там… Они глобального не понимают. То есть они не понимают, что надо там мяч полуоборотом принять, открыться между зонами, между там… Ну, это вот такие тонкости, да? Да, но… Семин это тоже не должен был учить, да? Там… Учить их. Мы должны получать готовых футболистов. Как мы можем получать готовых футболистов, если их тренируют? Как вот вы объясните? Если их тренирует тренер, который сам не понимает… Как это… Вот… Просто не понимать эту картинку. Просто открывание между зонами и инсайдов. А почему ты не веришь, что это может случиться? Ты говоришь, что… Кто я такой для Миллера? Но, извини, ты был одним из лидеров «Зенита». И, насколько я знаю, Миллер влюблен в эту команду. Он, собственно… Он ко мне относился… Я уверен, что он ко мне относился до вот этой… всей… всей ссоры, можно так сказать, мягко. Он относился ко мне очень хорошо. Но после того, что произошло… Я уверен, что я для него пустое место. Он у меня просто… Вот так вот. Но он же любит «Зенит». Он же хочет, чтобы играли питерские ребята. Чтобы они развивались. Вы знаете, если бы… Алексей Борисович хотел бы, чтобы играли питерские ребята. Питерские ребята бы и играли. Симак даст интервью. Если я сейчас выпустил троих футболистов… Молодых. Мы даже не выиграем чемпионат России. Допустим, гипотетически. А что к нему предъявить? Ничего. Ничего ты ему предъявишь. Он говорит, допустим, факты. Ну тогда сразу же вопрос к детской школе. Тогда там надо взаимопонимание находить. А насчет меня и космического человека, которого вы называете… Я уверен, я для него песчинка. Я никто для него. Не важно, что я там… Что мы все вместе дружно «Зенит» подняли с колен какое-то время. Нное время назад. То есть не то, что с колен. «Зенит» был в первой лиге. Мы пришли, они занимали третье место. Мы пришли… Наша плеяда заняла сразу второе место. Пришел «Газпром». Только благодаря деньгам пришел адвокат. Пришел Тимасчук. Пришли другие звезды. Мы это все видели. Как работают они. Как тренируются. Как играют. Как тренер руководит. Топ-тренер руководит командой. И из-за этого мы росли. Только из-за вливания больших денег. И это огромное спасибо «Газпрому». Резюмируя. То есть ты можешь вернуться в российский футбол. И для тебя оптимальный путь — это детская команда. Первые шаги, конечно. То есть здесь завтра пригласят стать генеральным директором клуба. Спортивным директором клуба. Ты откажешься? Я же давал интервью «Спортэкспрессу» тогда. Я говорил, что тренерская работа у нас очень неблагодарная. И я бы очень хотел встать или не встать. Помочь «Локомотиву». Потому что я тогда только закончил после «Локомотива». У меня сейчас позвонит «Локомотив». «Стань главным тренером». Ну, грубо говоря. Допустим. Представим, да? Вот честно говоря, подумав, я бы сделал просто два варианта. Я бы вернул Пашинина. Я не знаю, почему убрали Олега Пашинина. Но мне вот сказали, что убрали. С Лачковым. И вернул бы брата. И возглавивало «Локомотив». Поверьте, даже я с неопытом… Брата Миша Алексея Миранчука. Да, конечно. Я с неопытом «Локомотив» занимал бы как минимум второе место в чемпионате России на следующий год. Я просто вам говорю это 100%. 99, хорошо. 99, вот так. Но сейчас, вот я когда коснулся детям, когда я посмотрел в детские глаза, даже на любительском уровне, когда я увидел эту детскую любительскую лигу, блин, знаете, какой у меня огонь внутри что-то, что-то хотя бы… Мы же все умрем, да, скоро? Ну, хотя бы что-то попытаться изменить. Получится это или не получится, я не знаю. Да, то есть, ну, есть много идей, много всего. И сейчас самое время менять детский футбол. А ты хотел бы, чтобы твои сыновья стали футболистами? Профессиональными? Два года назад я категорически был против. Сейчас, а как я их могу не поддерживать, да, допустим? Ну, они просто мне весь мозг проели этим футболом, понимаете? Ну, я опять же говорю, что на футболе все не заканчивается, и они у меня учатся более-менее нормально. Ну, нормально по сравнению с как я учился. То есть, они учебу не потеряют. Ну, хотел бы, не хотел. Какая разница? То есть, они просят, я делаю. Я помогаю, максимум отдаю знания, которые у меня есть. Они не маленькие. Вот, а там будет, что будет. Главное, чтобы они выросли людьми. Для меня, понимаете, футбол, круто все, все это здорово. Но, знаете, если я буду умирать и говорить, там, мой сын стал чемпионом мира по футболу, но он гад, да, где-то в глубине, для меня это будет удар. Для меня главное, чтобы они выросли к отношению добрыми, я не знаю, образованы по максимуму, да, что это, конечно, все это относительно. И правильного взгляда на жизнь. То есть, это тоже относительно, но сейчас это получается. Я вижу и общаюсь с моими детьми, и мне они очень нравятся. Ты говорил о том, что играя в школе своих детей, ты почувствовал себя нужным. Да. Это звучало, если честно, очень, так, искренне и даже грустно. Да. То есть, после футбола, получается, да, там, за пределами семьи, ты не чувствовал себя нужным. Да. Да. Я вообще потерян был, честно. То есть, я вообще из дома не выходил никуда. Ну, это так, да. А здесь мне предстояла возможность поиграть в футбол, помочь там родителям. Я получил нереальный кайф. Мы там выиграли маленький мини-турнир. Вот. Надеюсь, с помощью меня. Вот. И я получил просто нереальное состояние души. Правильно? Потому что сейчас главное твое удовольствие в жизни – это тренировать детскую команду? Ну, на данный момент вот меня подзасосало, да. Я не думал, что… Понимаете, тренировать детей, когда они на тебя… Вот я не из тех тренировок, которые там готов орать на ребенка, там, сказать… Вот представьте, я слышу других специалистов, они могут там позволить. Слышишь, ты дебил, ты куда даешь на ребенка? А я вроде как и хочу на ребенка повысить голос, но когда он ко мне подходит и смотрит вот этими… Знаете, в Шреке мультик «Котенка» вот этими глазами? Я таю просто. Я не думал, что так меня это все может задеть. Но мне очень нравится на данный момент… На данный момент, да. Опять же, мы можем встретиться через год, я вам подробно. Но на данный момент вообще я кайфую от этого. Раз, два, три. Ваня, быстрее с мячом. Молодцы, восемь, девять. Да, десять. Направляй. Да, Дань. Сильнее еще. Направляй, направляй, направляй. Да. Уроком своим, Ром. Игорь, смотрел с твоими детьми, просто супер. Очень на тебя похоже. Прям очень. Двадцать с восьмой – двадцать восьмой. Да, да. Вот честно, Даня и Ваня, правильно? Ваня, Даня, Ваня, да. Двадцать седьмой – это… Даня. Даня, двадцать восьмой – Ваня. Вот Даня, прям по манере… Да, да. Такой же корявенький, да. Такой корявенький, но всегда хочет выиграть, да. Двадцать восьмой, вот Даня чуть-чуть такой… Да. Он более техничный, он… Как Эль-Пиро молодой? Ну, если это было бы здорово. Но, к сожалению, это не так. Давай попробуем описать их. Вот ты сказала, что один будет опорный хобег, допустим, да, второй нападает. Ну, во-первых, я не знаю, будут или не будут. Помечтать. Помечтать, да. Даня пошел полностью в меня. Вообще по манере. Хотя я в детях, я говорю, я везде всегда забивал. Но он играет сейчас по манере и так, как я играл во взрослых футболках. Скорейненькой техникой, но фиг кому уступит. Ни десятому, ни девятому году. Ну, он загрызет. Может отлететь, но пойдет в видеоборство вообще не вообще. А что касается Ваньки, да, он… Я могу сказать, что он даже техничным был, чем я в его возрасте, удар у него лучше. Он хорош, да? Да, но… Да, есть у него много минусов, вот, как у всех, в принципе. Но… Вот, в принципе, их полностью различие. То есть Даня не сможет играть, как Ваня, а Ваня не сможет играть, как Даня. Ха-ха-ха. Ну, прям, Даня копия. Да, Данька, да. Копия. Я смотрел, прям вот… Знаешь, он так же располагается на поле, так же вот двигает мяч вперед. Да, да. Я думаю, что там маленький… Да, и очень хочется. Да, вот он… Я говорю, что я вижу в опорных полузащитников, чтобы как собака такая была, но рядом был с ним очень умный, грамотный полузащитник второй. Игорь, а как делать так, чтобы вот твои дети и тот же, например, условно говоря, Даня оставался таким жадным на поле? Ведь мне часто говорят, что футбол – это игра таких голодных, да, ребят, агрессивных. Ну, у тебя обеспеченная семья, ты много добился. Как же так, чтобы твои дети, они все время были на поле голодные? Да это… Нет, это огромная проблема. Это все касается семьи. У меня очень жесткая дисциплина дома. У нас 9 отбой, в 7 подъем. А, вот так прямо? Ну, можно так сказать, да. Айпады только в пятницу, субботу, воскресенье. Я не знаю, вот что еще. Вот это в краткости. Айпады только 3 дня в неделю? Да. После школы в пятницу, в субботу, воскресенье. На каникулы чуть больше. Ты говорил год назад о планах погружаться с белой акулой. Да. Получилось? Нет. Я не созрел пока. Это очень серьезно. А это опасно? Очень. Ну, без клетки, я же в без клетки перегружаюсь. Да, это очень, это очень серьезная тема. А вообще, зачем это делать, Игорь? У тебя дети, у тебя своя жизнь, семья. Ну, вы знаете, про, 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 про акул. Да, это… Когда я нахожусь под водой, это… Это просто… Это желание, там, испытать судьбу? Нет. Когда изучаешь долгие годы повадки акул, а я изучал долгие годы, играя в футбол, я прочитал очень много про акул. Я практически про каждую акулу знаю практически все. Нападение акулы, это вот, я не знаю, наверное, кирпич на голову падет, наверное, быстрее. Вот, вот примерно так. Потому что это того великолепность существа, что, ну, просто… когда ты вокруг них, и они, ну… Это… Это просто фантастика. А где с белой акулы вообще можно встретиться? В Африке, где угодно. Не, ну можно в Австралию слетать. А так вообще погружает, а… Я бы снял уже… Это… Это Африка. Вот. Но там в клетке. То есть ни один специалист тебя не скажет, тебя не подготовят выйти из клетки и поплавать с ней. То есть ни один, ни один адекватный человек этого сделать не сможет. Вот. Там будет все зависеть. Но там надо находиться очень долго. Времени. То есть надо погружаться сначала в клетки, потом так, потом так. Изучать поведение. То есть вы не верьте этим видео, которое вот снимают, по наш географию, что спокойно с белыми акулами туда ныряют. Да, это факт. Но они перед тем, как это сделать, они каждую акулу изучают. То есть каждая акула приходит примерно к этому месту. Сначала они там кидают еду, потом подгружаются в клетки, потом изучают. Ага, вот эта самочка там, допустим, беременная, она спокойная. К ней можно нырнуть. Ну, погрузиться. То есть или с маской с трубкой, или там с оборудованием. Только так. Но ни один адекватный человек, увидев с лодки белую акулу, не возьмет маску с трубкой и не нырнет к ней. Это категорически нет. То есть на это все нужно время, 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 время. Но не созрел я пока. Страшно. Страшно все же? Страшно. Еще один нюанс по поводу акул. Твоя дочь погружалась тигровыми акулами. Это вообще как такое было возможно? Сколько ей было лет? И что говорила от вас супруга Лена по этому поводу? Лена, мягко скажем, возмущалась. Вот. Но Вика сама захотела. И ей, наверное, было 13-14. И ты дал ей добро? Да. Я погрузил ее за руку. Погрузились. Со мной было пять мужчин еще и дочка. Мы ее окружили просто. Здесь плавали акулы. Она смотрела около нас. Ну, она осталась в восторге. А ты как это все ощущал? Твоя дочка? Я опять же говорю, что когда ты много-много-много-много погружаешься, ты понимаешь, что это практически… Ну, это просто безопасно. Ну, как бы это не смешно казалось, особенно нашим русскоговорящим людям, которые в подводном мире вообще ничего не понимают, то есть это реально безопасно. Потому что, ну, если там придет какая-то там дикая акула, не знаю, которая там начнет резкое движение, ты просто уходишь, уйдешь, и все, потихонечку. Тык-тык-тык, ты же гость в их мире. Вот. Если она плохо настроена, окей, я ухожу. Потихонечку, потихонечку и уходишь. Ну, ты же не пойдешь там на какую-то дикарку, там, с ней выяснять отношения. То есть, по другим причинам, ну, почему нет? То есть, я не вижу оснований волноваться. Другое твое влечение – собаки, правильно? Да, сейчас были собаки. Лена меня заставила на день рождения на свою купить кошку. Ого. Вот. И теперь у нас две кошки. Потому что собакой я сказал, ну, не буду я завозить, потому что у меня… оба кобеля моих умерла прямо вот на моих руках. Прямо вот, прямо вот на моих руках, а девочка умерла в больнице. И мы пережили это катастрофически плохо. Просто катастрофически плохо, да. Вот. И я сказал, что… И вот это прошло сколько? Пять лет, и я до сих пор не могу завести собаку. Вот. Мы завели кошек. Веслоухую шотландку. И мальчика приобрели майкуна. И фантастически. Откуда такая у тебя любовь и привязанность вот к животному миру? К акулам, к собакам, к кошкам? Я не знаю. Наверное, родился такой. Ну, я вот к животным. У меня дети мои тоже. Они вообще просто от всех животных пищат. Но при этом ты говоришь, что вот друзей у тебя практически нет, что с людьми ты стараешься как-то контакт… Я не то, что не стараюсь. Я признаю, что со мной тяжело. Также тяжело дружить. Есть мои близкие люди. Да, слово «друг» — это очень сильное слово. Есть очень близкие люди, которые меня реально терпят и знают. Можно так сказать. И большое им спасибо, что они меня терпят. Мои выходки, мои высказывания. Когда-то они больные, когда-то они не больные. Я не имею в виду, очень жесткие. С животными как-то немножко, я думаю, полегче. Чем с людьми? Ну, мне, да. Особенно в подводном мире. Ты же заходишь туда без всякого. Я когда захожу, я понимаю, что я здесь, допустим, под водой. Да, гость. Я играю по их правилам. То есть… А здесь иногда заходят и приходится… Когда начинаешь какие-то отношения выяснять, это дружбы конец. Но вот у людей происходит примерно так. То есть, к сожалению, с моим характером… Я… Вот что сказать… Тяжело мне. Ну вот тяжело мне на… Я могу общаться, я могу близко общаться, да. Но слово «друг», блин, это очень такое… Я считаю, что друзья только с детства. То есть, с детского футбола, там, с десяти, с восьми лет. То есть, приобрести именно друга, там, в тридцать восемь лет… Я считаю, что это слишком сильно и пафосно сказано. То есть, вот… Простой дворовой парень, Игорь Денисов. Да. Рос очень скромно. Да. Стал футболистом. Первые два года гулял, тратил десять тысяч евро в месяц… Ну, не важно. Больше. Больше тратил больше. Потом всё изменил. Который финансово обеспечил себя, свою семью. Почему у остальных, у многих, у многих такое не получается? А получается, вот, футбол, большие деньги, контракты, претензии, всё потратил, дитя лимита и так далее. Почему? Очень всё легко. Смотрите, я давным-давно говорил, что в каждой команде, которая может позволить себе, должен быть человек, учащий молодого футболиста обращаться с деньгами. Это важно. Это нереально важно. То есть, просто такого человека нужно внедрять. И внедрять нужно, там, с девятого класса школы. Как обращаться с деньгами. Я в психологии тоже самое прошёл. Я говорю ещё раз, да, там, тысячу рублей получаешь, на следующий день тебе 140 тысяч долларов падают на голову. Вот вы представьте, вот, я вообще, вот, мы жили четвером в квартире, на матрасе вдвоём пацанами спали, а двое на диване. В однокомнатной квартире четвером. И здесь на меня бах-бах, бабки. Блять. Да во! То есть... Сходишь с ума? Полностью сходишь с ума. Но кто-то потом останавливается, допустим, я приостановился, да. Я дошёл до ручки, я реально дошёл до ручки, которую я там... Ну, просто... То есть, я ещё повстречал свою супругу. Если бы не моя супруга, вы бы со мной сейчас не разговаривали. Я бы сдох где-нибудь. Я сто процентов вам это говорю. Я бы подох где-нибудь в подворотне. Вот сто процентов. Я в этом уверен. Но я познакомился с супругой. Меня немножко вот... Подтолкнуло... Что я, наверное, уверен, что я влюбился. Я не знаю, как это объяснить. Лена забеременела. То есть у меня как-то это вот в сознании... Вот у меня дети. Я как бы... Какой бы я там ни был, отмороженный, да. Но мне надо что-то дать своим детям, да. И меня это немножко... Переменило моё сознание. Когда я разговариваю сейчас с молодым... Допустим, Кокора... Давайте к нему немножко. Он другой. Я с ним сколько раз говорил. Я говорю, Сашка, зачем тебе Ламборджини? Зачем тебе... Зачем? Вот зачем? Я не понимаю, зачем? У тебя есть 10 лет. Вложи деньги. Потом на эти деньги там можешь... Законишь с футболом? Да купить тебе что хочешь. Тяжело, то есть. У него понимание такое. Братьями то же самое говорил. То есть... Но я должен не один говорить. Это должен быть специ... Потому что я не умею красиво говорить, да. Должен быть специалист направлен на то. И я за, чтобы вот каждый футболист, который достиг зарплаты минимально... Давайте так, я не знаю. Миллион долларов в год. И у тебя на протяжении твоей карьеры есть там 10 лет. Это 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов. Понимаете? Не надо гнаться покупать эти тачки, квартиры. На этих телок там тратить. Понимаете? Надо думать о дальнейшей своей жизни. Если бы хотя бы там 60% наших футболистов это делало бы... Вы представляете? Это 60 семей, которые смогли бы просто говорить свое мнение. Не знаю. Смогли бы хорошо жить. А это же дальше пойдет. То есть это дальше... То есть у них получается, они дальше советуют это делать. А у нас получается... То есть... Понимаете? Каждый футболист думает. Ага. Мне там 21-23. Мне еще играть и играть. Но я сейчас здесь миллион проиграю. Здесь пропью. Здесь там туда, здесь туда. Новый контракт придет. Но там начну думать. И вот так все откладывается. То есть вы... Там американский футбол, там... Извините, там... Это... Вот это вот регби или как называется? Американский футбол, да. Там, извините, там люди получают по 150 миллионов долларов. Там 80% банкроты. Когда заканчивают? Банкроты. 150... Вы просто вдумайтесь в это. Это же не один год. Почему? Потому что они берут кредиты, которые не могут... Они покупают красивейшие дома, красивейшие машины. Красивее покупают... Красивую одежду там. Вот это все, вот это все. А она... Выходит с долгами. А говорится о том, что мы спортсмены, к сожалению, особенно мы вот, ну, дворовые, мы не образованы. И это надо... Я признаю это. Я в школе не учился практически, да. Я признаю это. То есть, наверное, это моя ошибка. Там ошибка... Но мы... Я рискнул, я пожертвовал своим образованием во имя того, что я тренировался... Я тренировался очень... Поверьте, я тренировался очень много. Я знаю свои нюансы. Я знаю, как... Я мог играть. Знаю свои плохие качества, да. У меня было две тренировки в день. Я вставал в 6 утра. Мы в 7 часов с другом тогдашним. Тогда я считал это друга, да. Мы ехали на первую утреннюю тренировку. Потом я шел в школу. Я приезжал в 9 часов вечера домой. И одевался, бежал 30-ти минут на кросс. Зимой даже. Вот моя мама себе. Потому что я понимал, что мне... Я знал, за счет чего я смогу продвинуться. Но если не футбол, меня не будет. Я не могу обманывать людей. Я не в мафии там, да. Я не смогу... Я точно понимал, что если не футбол, то я вот... Буду полное зеро. В футболе получилось чуть-чуть... Чуть-чуть зеро, там, не знаю... С копеечками. То есть у меня получилось. Ты когда сейчас смотришь на Кокорина, ты понимаешь, что, в принципе, он не состоялся как футболист? Да, конечно. Мне его жалко. Мне просто капец как его жалко. Это вообще... Сильнейший футболист... Это вообще капец. То есть я это... Мы с женой разговаривали об этом. Да и я откровен. Я думаю, это просто... Просто сильнейший футболист... Один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто вот... Просто взял и загубил себя сам. Конечно, жалею. То есть мне его жалко. Ты когда с ним разговаривал, ты понимал, что в одну в ухо влетело, в другое вылетело? Эээ... Понимаете... Вот... Кокорин... Это вот как, знаете... Я вот... Эээ... В новостях показывают, когда он сидит... Эээ... Перед... Эээ... Сроком, да, там, улыбается. Там... Он попал за эти вот... Разбои... Он не улыбался. Он сам по себе такой. У него лицо так... А мне, с другой стороны, мне даже завидно, что он относится так к вещам. То есть он совсем друг... Он половина противоположность меня. Я что-то там думаю, там что-то делаю, что-то я сделал не так, что-то... Вот сегодня я там скажу, что-то не так там. Я поеду домой думать, что можно было Игорь не так сказать, можно было так... А ему пофиг. И это классно. И это надо принимать. Он такой человек. Это здорово. Я так не умею. Ну и супер, что все люди разные. Но то, что он загубил свою карьеру, это... Это железно. Я с ним столько раз раз разговаривал. Я говорю, Саша, у тебя талант. Бог дай мне его ноги. Мне дай, я бы играл в Барселоне. Дай мне Аршавина ноги, я бы играл в Барселоне. Понимаете? Но если бы мне Бог дал его ноги, может быть, я таким же распиздяемый был. Не знаю. Ты сказал, что тебе объяснили, как с деньгами распоряжаться. Мне жизнь объяснила. Жизнь? Да, меня никто не учил. Мне Паша... Вот у меня Андреев есть агент. Паша... Да, знаю. У меня был, да, официально. То есть мы с ним много проводили, и он меня не то что объяснял, но мы с ним очень были близки. Я ему просто... Паша, спасибо большое за все вообще. И он меня... Понимаете? Объяснять 19-летнему, можно сказать так, отморозку что-то, когда я думаю, что я самый умный и самый великий, тяжело. Но он меня подталкивал к этому. То есть... Он меня знал наизусть вообще. То есть... Издалека начинал, и вот... У меня в сознании оставалось, 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 оставалось. Это вот единственный человек, который меня подталкивал вот так вот только нежно. Не просто ты, Денисов, ты тупой, ты тратишь деньги налево-направо, надо вкладывать. Если бы мне так сказали, я бы в жизни деньги не вложил. А нежно. И он меня подвел к тому, что вот... стало что-то получаться. Хотя я потерял при этом деньги. Много денег. Ну, относительно много. То есть я за свою жизнь где-то... Потерю. У меня где-то, наверное, миллионов... Ну, 60-70 рублей. Потерял просто... Просто... Ваут ушло. Но ты должен был это пройти. Это нужно пройти. Обязательно. Когда тебя отнесло от лодки, ты оказался в открытой воде с шелковистой акулой. По-моему, так называется. Ты говорил, я грешен, я вел неправильный образ жизни. Да. О чем ты сейчас жалеешь больше всего в жизни? Жалею. Фу. Фу. Это очень такой философский, я не знаю, вопрос. Да я ни о чем не жалею, на самом деле. Каждый мой поступок... Я говорю, верните меня назад. Я все равно бы поступил так же. Вот каждый мой поступок. Каждый. Практически каждый. Жалею об одном, что я с Анжи не стал чемпионом России. Вот это для меня, конечно... Да, потому что... Да, да, смешно. Это удивительно. Это удивительно. Нет. Я не фанат Махачкалы. Я не фанат Анжи. Я вот в тот момент, когда переходил в Анжи, когда мы разговаривали, встречались с Сулейманом, я был уверен, что мы будем чемпионом. Я был уверен, что это будет сильная команда, а не то, что конкурирующая с «Зенитом», потому что я был очень злой на «Зенит» в тот момент. Я был уверен, что мы их 100% будем обыгрывать просто. Но это не получилось. И все мои ожидания просто за один день, они просто не то, что разрушились. Я вообще не понимал, как мне дальше, что мне делать. Ты потом себе объяснил, почему так поступил Керимов? Или, может, он тебе лично объяснил? Ну, лично мне разговор, я не хочу это говорить, это вот лучше, если хотите спросить у него. Но очень жалко, что он не дождался всего этого. Я был уверен, что если бы он так не поступил, мы бы стали чемпионами России. Но не в этом году, но в следующем, когда мы бы все набрали. Потому что я был вообще разобранный. Мы там играли первые два тура. Я на пресс-сезонке тренировался. С Гусом приехал на последний сбор, тренировался, по-моему, там восемь дней. И зашел в чемпионат России. Но я не какущий был. Надо было ждать, надо было ждать там других футболистов, чтобы набрали форму. То есть команда была ну просто, я не знаю, я честно, я тренировался, я не понимал, как можно Толанджи победить. То есть эта команда была ну просто, супер для меня. Но это Россия. Вот одним словом. Очень лаконично. И логично. А я просто скажу, ты скажешь по поводу Евро 2008. Жалеешь? Нет. Не жалеешь? Нет, нет. Вы что? Слава богу, я поехал, мы бы из группы не вышли. А я не поехал, команда до полфинала дошла. Вот, а чего жалеть-то? Давай такой блиц устроим вот в этой части. Я говорю слово, ты одним-двумя словами говоришь главную ассоциацию. Футбол для тебя это? Это жизнь. Это все. Сборная России? Со сборной России у меня было всегда непонимание. И это остается. Но, я не знаю, сборная все равно для меня. Это, ну... Плохие воспоминания у меня о сборных, да? То есть, я еще раз говорю, мы вернемся к этой теме капеллы, да? Мы вернемся, можем вернуться к любой теме, что касается сборной. И если вы начнете копать, вот именно копать и выяснять, вы столкнетесь, почему наша сборная... наша сборная, то есть... Ну, я реально не понимал, Игорь. Я честно, я считал, что ваше поколение, после особенно успеха на Евро, это будет команда, которая, ну, как минимум добьется чего-то похожего через два, там, три... через два-четыре года. Десятый год, окей, ты сказал, что вы были со Словении разобраны, там, разные причины, неважно, да? Потом двенадцатый год, выдающийся матч. Первый против Чехии, да, там, уверенная победа. И потом... Что это было? Смотрите... Что было с адвокатом, да? С адвокатом было так. Мы заняли, опять же, первое место в отбору на чемпионат Европы. Мы приехали на чемпионат Европы, обыграли итальянцев 3-0. Я был на том матче, я офигел. Которые, да. Они играли основным составом. Дальше мы обыгрываем Чехов 4-1. Дальше мы играем с поляками. Ищу, по-моему. Да, 1-1. Они на своем поле играли. Да. И дальше мы принимаем... С Грецией. Греков. Я вам скажу, что случилось. Случилось, что... Сейчас можно сказать. Мяч, там, туда-сюда. Это оправдание, да, там. Они все играли сзади. Десять человек играет сзади. Поле для нас, для нашего футбола... Допустим, мы играли с итальянцами, и поле было просто фантастическое. Мяч ходил просто быстро. Здесь, получается, мы выходим на... В Польше мы играли. Я не помню, где мы играли. В Варшаве играли, по-моему, да. И в поле... Вот просто ноги вязнут. То есть, понимаете, это объяснять... Ну, просто обывателю скажет... Ищет оправдание. Ищет оправдание, да. Они ушли все назад и правильно сделали. А мы играем через пас. То есть Дик нас всегда заставлял играть. Она же ничья устроила в том матче, по-моему. Да, да. Но мы не смогли забить и пропустили непонятные нелепые голы. Там со штрафного какая-то подача? Нет, не со штрафного. А вот бросали. Ага, да-да, точно-точно-точно-точно. Да. И перед этим матчем заболел Зрянов. А мы играли всегда в треугольник Яширок и Зрянов. Ну, в тот момент, да. Допустим, в сборной. Это, ну... И он заболел. К сожалению. Это же опять оправдание, да. Опять же можно перестраиваться на другую схему. Там, я не знаю, там... Можно все что угодно сейчас говорить. Но я считаю, что та сборная при адвокате играла... Пыталась играть в футбол. И играла в него. Ну, извините, ну вот матч получился вот такой. Оправдание по факту... Ну, который матч мы показывали с Италией, с Чехией. Первый тайм с поляками. Но, блин, на него можно было ходить и смотреть. Конечно. Мы не играли не от обороны. Мы играли в атакующий футбол. Мы играли в правильный футбол. Не получилось. Но это не означает, что надо было его снимать, выгонять. На нас какую-то ненависть. Нет. Вы понимаете? Мы достигли того, что три команды в Лиге чемпионов. Мы сборной заняли первое место в отборе на чемпионат Европы. Мы сборной заняли первое место на чемпионат мира. Мы с адвокатом показывали красивый футбол. Но не получилось. Ну и что? Ну, дайте еще раз дальше. Дайте шанс дальше продолжать. Ну, до этого ребята съездили на чемпионат Европы и дошли до полуфинала. Ну, наверное, может быть, адвокат меня взял на чемпионат Европы. Наверное, из-за этого. В этом была проблема. В этом проблема была. Да ладно. Из 16-го года, я не понял. Когда я пришел с Луцки, казалось, что все, вот команда, атмосфера, снова-снова как все собираетесь. С Луцким там, мне кажется… И снова финальный этап. Да, мне все равно он взял. Мы пять игр выиграли. Я прямо последней игрой там получил травму. Там, мне кажется… Я, кстати, с Викторовичем разговаривал. Я там получил травму, пивка подпил и откровенничался с ним. Он… Я думаю, он понял все, что я ему говорил. И предсказания, что будет на чемпионате Европы, мои избылись, в принципе. А, ты тогда уже знал до турнира, что будет катастрофа? Я ему, да, тогда сказал, что вот мое понимание… Это было неправильно и это к добру не приведет. Но со стороны коллектив как будто распался. К добру это не привело, и вот получили то, что получили. Просто. Но это, опять же, надо Викторовичу сказать спасибо, что хотя бы мы попали на чемпионат Европы. Потому что, ну, до этого, при завершении работы Капелло, там, не пахло никаким чемпионат Европы. Это было бы гораздо, наверное, позорнее, чем получилось так. В сборной России мы выяснили, что для тебя с Поллитти. Топ вообще. Вообще топ. Чтобы какая ругань с ним не случилась, у меня он топ. Для меня он топ. Семин. Палыч. Палыч машиной. Машина. Первая остация – машина. Да, да, да. Зенит? Ну, двоякая. То есть, это мой дом родной. Я говорю, «Зенит» это… Я уверен, если бы там остался, не было бы руганий, я бы стал, не знаю, десятикратным чемпионом России, не знаю, поставили бы памятник и жил бы я спокойно. Ну, если бы я засунул язык в одно место, опять же, но я этого не сделал, и я бы и не сделал бы второй раз. И не как… Я вот сейчас смотрю, если бы я там остался, я бы еще раз пять раз выиграл чемпионат. Ну, не десяти, а восемь раз, не знаю. И что? Ну, проглотил бы ту ситуацию, которая происходила в клубе. Для меня это, если взять на весы… Нет. И я очень счастлив, что меня Палыч принял в «Локомотиве», и я питерский парень с капитанской повязкой стал чемпионом России в «Локомотиве». То, что сейчас касается «Симака», да, допустим, я вот, он, я думаю, он посмотрит, я говорю, «Сереж, возьми «Локомотив» или «Динамо Москва», и мы посмотрим, какой ты специалист. Станешь с ним чемпионом? Я, вот, вообще вопросов нет. Ну, а стать многократным сейчас чемпионом за «Зенит», ну, я думаю, все люди, которые немножко копают в нашем футболе, понимают, что сейчас, ну, бюджет несравнимый вообще никак. То есть, ну, и «Зенит» и следующий год будет чемпионом, так что, ну… Может, не смотреть? Ну, я и не смотрю, я уверен. Мечта? Сейчас, на данный момент, самая главная мечта, чтобы это все прекратилось вокруг вот всего этого. Это для меня вот просто… Потому что с этим, ну, тяжело мне жить и мечтать о чем-то, когда вот происходит такое… Мы здесь сидим, чай пьем, да, кто-то там умирает. То есть, ну, для меня это вот… На данный момент такая моя мечта, и она уже длится больше двух месяцев, наверное. «Музыка» 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 Продолжение следует...